Я смогу приготовить суп из монстра уровня желто-золотого императора. Надеюсь, он не гуманоидный и не сильно уродливый, а то это испортит мне аппетит. Многие императоры отправились на запад города. Там проживало очень мало людей, и участок, по сути, был заброшенный. Поэтому никто не хотел сохранять координаты чего-то рядом с этим местом, поэтому теперь людям пришлось лететь туда. Предупреждение. Вы достигли цели. Вы находитесь в 237 метрах от монстра. Пожалуйста, будьте готовы. На кольце Линьхуана внезапно появилось сообщение. Затем он выключил уведомление и, опустив голову, посмотрел на монстра, аура которого уже достигла пика. Монстр без кожи поднял голову без глаз к Линьхуану. Он медленно открыл свирепый рот, откуда донесся уже знакомый голос бледного человека. Мне так трудно было проникнуть в человеческую цитадель. Последние месяцы я был особенно осторожен, переживал, чтобы моя личность не раскрылась. Несколько дней назад мне даже удалось пробраться в цитаделя класса. Не думал, что столкнусь с кем-то вроде тебя. Линьхуан потерял дар речи. До того, как монстр без кожи выдал себя, он действительно понятия не имел, что это монстр. Он думал, что мужчина какая-то шишка из преступного мира. Если бы ты только прислушался ко мне и позволил уйти, возможно, ты бы смог еще какое-то время пожить. Однако, раз моя личность раскрыта, мне больше не нужно скрывать свои способности. Настало время разделаться с тобой. Им ты уверен, что стоит тратить свое время на меня? Линьхуан указал на луч красного света с неба. Система защиты цитадели активирована. Все императоры города Ванба спешат сюда. Если ты задержишься хоть на минуту, то скорее всего придется иметь дело сразу с несколькими. Они меня не волнуют. Мне не нужна целая минута, чтобы тебя убить. Сказав это, монстр исчез. В момент, когда своей территорией Линьхуан засек, как монстр исчез, тот уже появился прямо перед ним. Линьхуан не успевал вытащить вовремя меч, когда острые когти уже летели к его груди. У него не осталось выбора, кроме как активировал темное зеркало, блокируя атаку. Почти в тот же Ми, когда сформировалось зеркало, призрачные когти ударили в его поверхность. На ранее нерушимом щите образовались трещины, видимые невооруженным глазом. Как будто по закаленному стеклу ударили чем-то тяжелым. Менее чем за секунду трещины испещрили всю поверхность, и зеркало рухнуло, превратившись в осколки. Глаза Линьхуана расширились, когда он впервые увидел, как темное зеркало было уничтожено одним ударом. После этого, оставшаяся сила поразила самого Линьхуана, и его тело слетело со спины Чаркала со скоростью метеорита. Он упал на землю, образовав глубокую яму. Выжил, монстр мог ясно ощущать ауру Линьхуана. Он взглянул на Чаркала, но нападать не стал. Вместо этого он в одно мгновение перенесся к яме. Вытянув когти, он собрался провести еще одну атаку, однако, спиной он ощутил волну тепла. Когда он развернулся, он понятия не имел, как Чаркал оказался позади него. Дракон распахнул пасть, из которой вырвалось пламя. Будь ты уровня императора, я бы опасался твоего пламени. Однако сейчас ты просто щекочешь меня, монстр взмахнул когтями, избавляясь от пламени. В глазах Чаркала мелькнули следы страха, когда противник так просто отразил его атаку. Он хорошо понимал, что его способности рядом не стояли со способностями этого существа. Увидев глубокую яму под ним, Чаркал перевел взгляд, яростно уставившись на монстра без кожи, не отступая. Драконы славятся своим высокомерием, их невозможно приручить. Ты исключение. Ты так предан человеку, рассмеялся монстр. Конечно, он знал, что Чаркал пытается защитить своего хозяина. Кто бы говорил, разве ты сам не следуешь чьим-то приказам? Уставился на монстра Чаркал. Он втайне надеялся, что сможет выиграть Линь Хуану время, чтобы он сумел оправиться от ран. Мой хозяин находится на 9 уровне истинного божества. Он известен как Господь Бог в ином мире. Ты не можешь приравнивать презренных людишек к моему хозяину, договорив, монстр понял, что что-то не так, ты пытаешься выиграть для человека время. Монстр обезумел, вытягивая когти и снова бросаясь к яме. В этот момент прямо перед ним появился Чаркал, пытаясь вгрызться ему в голову. Прежде чем дракону удалось вонзить в отвратительную башку свои зубы, огромная сила откинула его тело. Чаркал отлетел и упал на землю в сотнях метров. Я не собираюсь тебя убивать, потому что ты дракон и практически чистокровный. Если я тебя поймаю для Господа Бога, я, вероятно, смогу натренировать нескольких драконов до чистокровного состояния. К тому времени я смогу достичь ранга истинного Бога. Монстр без кожи холодно посмотрел на Чаркала. Однако, если ты продолжишь мешаться под ногами, мне придется тебя убить, а из твоего трупа колдун сделает марионетку. Глава 813. Император против императора. Линь Хуан спокойно отдыхал, лежа на дне ямы. На левой стороне его груди было отверстие размером с чашу. Он потерял даже сердце. Дыхание Линь Хуана было очень слабым. Тело должно было погибнуть, но сознание еще не погасло. Плоть снова выросла из ниоткуда, закрывая рану, и менее чем за 2 секунды сформировалось новое сердце, соединяя кровеносные сосуды. После чего тело исцелилось. Дыхание Линь Хуана медленно стабилизировалось, и он открыл глаза. Он понял, что едва не погиб только что. Однако, божественная регенерация спасла его. Он ощущал сильнейшую боль, пульсирующую в каждой части его тела, сопровождающуюся анемением, как будто его ударило током. Благодаря навыку территории, он знал, что монстр появился у края ямы, но Линь Хуан ничего не мог сделать. Ему было тяжело даже пошевелить пальцами. К счастью, появился чаркал и помешал монстру. Разница в способностях слишком велика. Линь Хуан с силой улыбнулся. Монстр без кожи сумел сломать темное зеркало своими когтями. Оставшаяся сила даже с легкостью пробила грудь, почти убив его. Вернувшись в свое реальное тело, не только его боевой ранг возрос до желто-золотого императора. Его скорость и сила тоже увеличились. Линь Хуан мысленно проанализировал разницу между ними. Кажется, мне нужно увеличить боевую мощь до уровня императора. Сяхы, если боевой ранг чаркала будет повышен до 9го уровня бессмертия, на какой уровень я смогу перейти? Боевой ранг мастера может быть на 4 уровня выше, что привело бы его к уровню красно-золотого императора. Однако у тела мастера есть предел уровень черно-золотого императора. Этого должно быть достаточно. Я воспользуюсь четырьмя картами увеличения боевого ранга на чаркале, чтобы поднять ему ранг до 9го уровня бессмертия. Я проинструктировал Линь Хуан, не задумываясь. Потребление карты увеличения боевого ранга Х4, повышение боевого ранга чаркала ранг повышен. Новый боевой ранг чаркала – 9 и краткий уровень бессмертия. Когда Сяхы закончил, Линь Хуан ощутил огромную силу, бушующую в его теле. В его боевом ранге произошел порыв. Линь Хуан перешел с 9го уровня бессмертия на уровень императора. Аура черно-золотого уровня полилась из его тела, становясь все сильнее. Затем она остановилась, достигнув пика, перейдя на уровень императора. Навык рыцаря вступает в действие, как только пользователь садится на монстра верхом. Пользователю не нужно быть верхом все время. Монстр, тем временем, велел своим фигурками поймать дракона и тут он ощутил, что аура Линь Хуана резко возросла. Он только что достиг императора. Монстр был в шоке. Вскоре он понял, что Линь Хуан остановился на уровне черно-золотом. С сарказмом в голосе он сказал, я бы боялся тебя, если бы ты достиг красно-золотого или желто-золотого уровня, но ты всего лишь черно-золотой. А раз так, то может лишь проживешь немного дольше. Правда? А я думаю, что черно-золотого уровня достаточно, чтобы тебя убить. Линь Хуан поднимался из глубокой ямы, держа в руки золотой клинок. Это была реликвия полубога, которую он получил в союзе гениев. Имя клинка – Бахуан. Линь Хуан обменял его на 120 миллионов очков. Это реликвия полубога экспертного уровня. Монстр без кожи вскоре заметил клинок. Реликвия полубога экспертного уровня. Почему у тебя такое прекрасное оружие? Жадность заполнила его глаза. Линь Хуан выпрямился и кончиком клинка указал на монстра. Существо широко раскрыло рот и исчезло. Силуэт Линь Хуана тоже постепенно растворился. В воздухе фигуры снова и снова сталкивались друг с другом, как молнии. Каждая стычка вызывала взрывы, подобно ядерным. Земля, находящаяся в тысячах километрах от них, дрожала, будто бы боялась их битвы. Вибрации колыхали атмосферу, распространяясь повсюду. Ветер завывал, а земля, в сотнях метров от них, стала совершенно гладкой. Там даже травы не осталось. Чаркал же, в стороне сражался с двумя боевыми душами в фигурках бога. Хоть Чаркал и достиг черно-золотого уровня императора, но боевой ранг душ тоже затронула трансформацией монстра, поэтому их ранг был желто-золотой. По сути, Чаркал являлся неспособным сражаться с двумя боевыми душами, даже с одной, из-за большой разницы в ранге. Однако, он решил сражаться противным путем, все время прячась за темным зеркалом. Как только души атаковали, формировалось зеркало. Поскольку Чаркал может использовать все навыки, которыми владеет Линь Хуан, эффект их был таким же. Поэтому, даже несмотря на то, что навык активировал Чаркал, сила зеркала была в 10 раз выше не его самой сильной атаки, а Линь Хуана. Конечно, фигурки не могут пробиться. Они били снова и снова, но атаки продолжали отражаться. Чаркал мысленно насмехался над ними, какой славный навык. В тысячах километров, многие императоры спешили к полю боя, где находился Линь Хуан. Большинство натыкалось на своих знакомых и вместе они продолжали свой путь. Ты только что достиг черно-золотого уровня, почему ты идешь туда? Это же желто-золотой монстр. Нахмурился белобородый старик, ростом в 160 сантиметров, отчитывая мужчину лет 40 и ростом в метра два. Просто поглазеть. Я не собираюсь драться, почесал голову мужчина. Он не ожидал наткнуться тут на своего учителя. Мастер, я думал, вы в одином дивизионе. Я вернулся оттуда два дня назад, взглянул на него старик, прекрати меня отвлекать. И не смей влезать в бой, просто смотри. Ты отдаешь отчет своим возможностям? Это же монстр желто-золотого уровня. Мне тоже нужно быть осторожным. Мужчина средних лет неожиданно поднял голову и посмотрел в сторону битвы. Вибрация сильна. Кто-то уже добрался туда. Лицо старика стало серьезным, когда он повернулся в том же направлении. Там больше одной вибрационной волны. Три. Одна чрезвычайно сильна и две послабее. Все они уровня императора. Ты ощущаешь только одну, потому что частота намного выше, и она перекрывает две другие. Хотите сказать, что там идет сразу три сражения? Мужчина не ощущал двух слабых вибраций? Нет. Судя по столкновениям, это может быть два монстра, заблокированные тремя людьми, или же три монстра, что напали на двух людей. Но там точно больше одного монстра. Старик сказал это с суровым лицом. Почему у тебя такое прекрасное оружие? Жадность заполнила его глаза. Пы-пы. Но ведь у него их нет. Глава 814. Дворец жизни. Линь Хуан более десяти тысяч раз столкнулся с монстром без кожи. Казалось, что существо нервничало, поскольку понимало, что его аура обнаружена и император Иван Баа прибудут в любое время. Он хотел уйти через пространственные врата, сразу после убийства Линь Хуана. Однако теперь он не мог этого сделать, и Линь Хуан ему даже мешал избавиться от него было не так-то просто. К его ужасу, две боевые души в фигурках бога были заняты чаркалом и не могли ему помочь. Что до его оппонента, Линь Хуана, то парень становился только сильнее, пока они дрались. Когда он достиг уровня императора, его способности возросли, но ему пока было трудно привыкнуть к новому клинку. После нескольких столкновений, Линь Хуан адаптировался к мечу, после чего освоил и контроль своей силы жизни. Линь Хуан заметил, что монстр без кожи нетерпелив. Конечно, он знал причину этого, поэтому широко улыбался. Жалеешь, что не убил меня до того, как я поднял уровень до императора? Монстр молчал, мысленно согласившись со словами Линь Хуана. До этого момента у тебя был шанс сбежать, но теперь возможность упущена. Большинство императоров города Иван Баа находятся в центре цитадели, где-то в двух тысячах километров. Твою ауру уловила система обороны, поэтому не пройдет и получаса, как более 80% этих императоров будет тут. Прошло пять минут, мне нужно сражаться с тобой еще 25 и прибудет подкрепление. Прибудут бело-золотые ранги или даже фиолетово-золотые. Тебя могут поймать живьем. Как только это произойдет, люди из мирового правительства начнут выжимать из тебя ответы. Например, они спросят, как ты попал в цитаделя класса. Зачем ты собираешь фигурки бога? Кто такой этот господь бог, о котором ты упоминал? Ответы на все это будут даны. Должен ли я поблагодарить тебя за то, что ты мыслишь с моей точки зрения? Прервал Линь Хуана монстр. Просто говорю правду, пожал плечами Линь Хуан. Если не ошибаюсь, лимит твоего повышения ранга должен стать еще строже. Да, как долго оно будет продолжаться? Полчаса, 20 минут или еще? Короче, ты говоришь мне все это в надежде, что я закончу битву раньше, чем истечет твое повышение ранга. Линь Хуан засмеялся и не стал отрицать. Думаешь, у тебя есть другой вариант? Если хочешь затянуть битву, я с тобой. Однако можешь ли ты себе это позволить? И снова монстр замолчал. Он знал, что это часть уловки Линь Хуана. Однако у него не было другого выхода, поскольку он действительно не мог позволить тебе затягивать битву. Подкрепление со стороны человека может прибыть в любое время. Это для него тупик. Даже если прибудет только один или два человека, шансы на побег заметно упадут. Тщательно все обдумав, монстр принял решение. Линь Се, ты даже не представляешь, какого монстра оскорбил, сказал монстр без кожи тихим голосом, медленно поднимая голову. Он разместил руки перед грудью и тихо начал бормотать. Линь Хуан обнаружил, что, как ни странно, монстр выглядит мрачно. Вскоре над его головой появилась огромная тень. Увидев ее, Линь Хуан нахмурился. Это был громадный алтарь из бесчисленного количества белых костей. Линь Хуан видел более десятка видов скелетов. Там были ладони великанов, позвоночники драконов, волчьи клыки и черепа созданий с божественной родословной. Вокруг алтаря находились девять драконьих зубов величиной в десятки метров. Поднятая платформа, высотой около трех метров, стояла в центре и была сделана из десятков скелетов разных размеров. Сверху находился череп божественной родословной, напоминающий человеческий. Он был немного больше в размерах и золотого цвета, как будто бы сделан из чистого золота. Лицо Линь Хуана стало мрачным, когда он понял, что это дворец жизни монстра без кожи. В телах императора обычно создавался дворец жизни. Когда вы слышите дворец жизни, то можете подумать о строительстве реального дворца в теле. Однако, это далеко от истины. Настоящий дворец жизни может принять любую форму. Это может быть здание, мутировавший монстр или даже человек. Он также может находиться в форме оружия, доспехов или космического корабля. Форма дворца будет зависеть от его функций. Функции дворца жизни в форме оружия будут связаны с увеличением мощи. Например, улучшение навыка, силы атаки или получение навыка огромной мощи. Большинство из тех, кто специализируется на клинке, выбрали бы такой дворец, ибо он самый простой. Функции дворца жизни похожего на монстра будут связаны с навыками самого монстра. Некоторые создают дворец из монстра бессмертного типа и с некоторой вероятностью могут унаследовать его черты, и убить такого человека станет едва ли возможно. Чьи-то дворцы могут быть как драконы, и тогда они могут получить драконь и пламя. Самым своеобразным типом дворца жизни был опорный. Владельцы таких дворцов получают странные вспомогательные способности. Линь Хуан слышал от мистера Фу, что у некоторых был такой. У кого-то был дворец, похожий на часы. Его способность состояла в том, чтобы останавливать время в регионе покрытия навыка. Конечно, это могло длиться всего три секунды. Дворец другого был в форме игральной кости со 160-ю гранями. Число, полученное при броске, добавлялось к атаке. Однако Линь Хуан знал, что дворец жизни нельзя создать на основании чьих-то предпочтений. Прежде всего, форма зависит от жизненной основы убитого монстра-императора. Помимо этого, в расчет шли и навыки, которыми владеет человек, его элементальное просвещение и многие другие аспекты. В заключение, дворец жизни создается случайным образом. Даже у близнецов, которые имеют одинаковое образование и схожие жизненные основы, могут получить разные дворцы. Алтарь монстра без кожи был сделан из скелетов и Линь Хуан понятия не имел, какова его функция. Алтарь полностью сформировался. Монстр поднял голову и указательным пальцем разрезал левое запястье. Кровь начала сочиться из раны, протекая к алтарю как река. Вскоре она вошла в череп на вершине, через полые глазницы. Через пару мгновений, две алые вспышки зажглись в глазницах черепа, будто бы он внезапно открыл глаза. Глава 815. Алтарь. Дворец являлся самой распространенной формой. Фактически, большинство императоров создавали дворец жизни именно такой конструкции, из-за системы культивации тех времен. Их дворцы жизни были павильонами и в прямом смысле дворцами. Поскольку форма дворца жизни у большинства была именно дворцом, они начали сравнивать, чей более роскошный. Со временем люди привыкли к этому и стали называть этот ранг императорским. Линь Хуан слышал о формировании дворца жизни от мистера Фу. Большинство дворцов башенного типа оказывали подавляющее действие. Что до тотемного, то эти были призывающими. Функции дворцового типа являлись весьма сложными. Такой дворец мог использоваться как помещение для вооруженных сил. Некоторые из них обладали подавляющим эффектом, а некоторые телепортировались, как космические корабли. Что до дворца жизни, который выглядит как алтарь, мистер Фу никогда не упоминал об этом, и Линь Хуан видел его впервые. Линь Хуан ощутил опасную ауру, такую же, как и когда монстр впервые сбросил человеческую кожу. Видя, как существо перерезает запястья и приносит жертву чему-то неизвестному, Линь Хуан почувствовать уязвимость. Древние кинжалы ринулись к монстру в попытке прервать жертвоприношение, но были заблокированы невидимым защитным полем, который находился в десятках метров от цели. Затем кинжалы нанесли удар с другой стороны. Линь Хуан нахмурился и тут же окружил существо еще большим количеством кинжалов, пытаясь найти слабое место. Он даже активировал окулярный навык, но ничего странного не нашел. Защитный слой был как яичная скорлупа и окутывал монстра с алтарем. Эта защита безупречна. Проведя несколько атак и осознав, что это напрасно, Линь Хуан не хотел больше тратить свою энергию. Хоть он и понятия не имел, что произойдет после жертвы, но ему оставалось лишь ждать. Спустя короткий промежуток времени, жертвоприношение, наконец, закончилось. В центре алтаря из глазниц черепа вырвалось алое сияние, будто он пробудился от глубокого сна. Линь Хуан ощущал, что аура, испускаемая дворцом жизни, достигла пика и являлась в сотни раз хуже, чем аура монстра без кожи. Он крепко сжал свой клинок полубога и насторожился. Он боялся, что что-то может произойти. Посреди алтаря, после своего пробуждения, череп пристально уставился на монстра без кожи. Он заговорил. Засранец, я чую запах маски старой ведьмы от тебя. Господин, мой господь бог в самом деле мастер масок, монстр без кожи слегка согнул свое тело в знак уважения. Так как он осмелился обратиться к черепу таким образом, возможно это было истинное божество, такое же могущественное, как и господь бог. Даже если и нет, то явно не намного слабее. Я редко контактирую со старой ведьмой. Похоже, что у нас нет конфликта для разрыва контракта. Функции твоего дворца жизни совершенно особенные, раз тебе удалось призвать сюда мое сознание. Расскажи, какое у тебя дело. Если я хочу поднять ранг до уровня полубога, что мне нужно сделать? Три реликвии полубога высшей категории, сказал череп. Если же хочешь временное повышение, достаточно и одной. Монстр рассчитывал заплатить, но не ожидал, что требования будут так высоки. Четы, что насчет повышения до уровня фиолетово-золотого императора. Монстр задал еще один вопрос. Для постоянного улучшения тебе потребуется реликвия полубога высочайшего качества. Для временного, реликвия полубога экспертного уровня. Если бы у монстра без кожи были брови, он бы сейчас хмурился. А пока было видно лишь его искривленный рот. У меня нет реликвии полубога экспертного уровня. Для временного увеличения будет установлен лимит. Реликвия полубога экспертного уровня позволить находится на уровне фиолетово-золотого императора три дня. Если нужно трехчасовое увеличение, то достаточно реликвии полубога среднего уровня. а если нужно 10 минут, то подойдет реликвия полубога начального уровня. Обмен реликвии полубога начального уровня на 10 минут – это торговля с убытком, однако у монстра не было другого выбора. Некоторое время он помолчал, но в конце концов согласился. Договорились. Затем он вынул из хранилища реликвию полубога начального уровня и отдал ее черепу. Предмет превратился в луч света и залетел тому в рот. В этот момент череп снова открыл рот и спустив уже черный луч в сторону монстра, прямо в голову, где по идее могли бы быть брови. Аура монстра сразу же начала расти. Не прошло и двух вдохов, как он прорвался через уровень желто-золотого императора и мощь продолжала увеличиваться. Вскоре он достиг 5го уровня императора – фиолетово-золотого. Его мощь росла, остановившись лишь на пике этого уровня. Монстр чувствовал себя заряженным и чрезвычайно сильным. Лин Хуан с замиранием сердца следил за происходящим. Хоть он и не мог слышать разговор между черепом и монстром, он видел, что последний отдал реликвию полубога и вскоре череп выстрелил черным потоком, и мощь существа начала расти, пока не достигла уровня фиолетово-золотого императора. Лицо Лин Хуана стало серьезным. В этот момент череп повернул голову и посмотрел в сторону Лин Хуана. Он не отводил взгляда и изучал парня. Снова развернувшись к монстру, он сказал, «Дитя не умрет сегодня». Что? Монстр был ошеломлен. Я говорю, что человеческий пацан, которого ты хочешь убить, не умрет. Вокруг его тела нет никакой ауры смерти. Даже если ты достигнешь уровня полубога, ты не сможешь его убить. Череп продолжил странными словами, поскольку твой дворец жизни выглядит довольно интересно. Будет потерей, если ты умрешь. Позволь дать тебе еще один совет. Тебя окутывает аура смерти, и она все усиливается. Есть шансы, что ты сегодня тут умрешь. Постарайся покинуть это место как можно скорее. Может быть, ты сумеешь выжить. Монстр больше ничего не спрашивал. Он смотрел на центр алтаря, где глазницы черепа погасли, будто бы ничего и не произошло. Глава 816. Монстр без кожи. Лин Хуан понятия не имел, какие функции дворца жизни монстра без кожи, ведь форма его алтарь. Однако, наблюдая за сделкой между монстром и черепом, он приблизительно догадался, в чем суть. Кажется, оно позволяет связаться с богом через жертвоприношение. Обмен, полагаю, они обменивают что-то на способности. Он видел, как монстр без кожи достал реликвию полубога и отдал ее черепу, который после этого монстра начал расти. Лин Хуан догадался, что это должно быть функция дворца жизни. На самом деле, Лин Хуан не считал это редкостью. Когда он находился в колледже боевых охотников, он много информации прочел о дворцах жизни, а что-то ему рассказал мистер Фу. Теоретически, дворец может обладать и такой функцией. Боевая мощь его противника была для него самой неприятной вещью. После сделки с алтарем, ранг монстра увеличился с желто-золотого до фиолетово-золотого. Фиолетово-золотой уровень был последним уровнем императора. Это был самый труднодостижимый уровень для любого, кто был ниже полубога. Лин Хуан знал, что у противника найдется запасной план, однако это оказалось вне его ожиданий. Я в беде. Когда монстр был желто-золотого уровня, Лин Хуан едва мог его подавлять со своего черно-золотого. Теперь, когда противник стал на два ранга выше, черно-золотого уровня будет недостаточно. Лин Хуан мысленно связался с Сяхоем. Если я продолжу повышать свою боевую мощь, как долго мое тело сможет выдерживать эту нагрузку? Без божественной регенерации тело мастера полностью разрушится максимум через 3 минуты, при достижении красно-золотого уровня. Благодаря божественной регенерации тело мастера сможет выдержать около 20-30 минут на уровне красно-золотом. Около 2-3 минут на уровне желто-золотом. Мастер погибнет, если задержится на этом уровне больше 3 минут. Что насчет уровня бело-золотого? Как долго продержится мое тело? Продолжил расспрашивать Лин Хуан. Бессмысленный вопрос. Тело и душа мастера разрушатся через 10 секунд. Я знаю, активируй две карты повышения ранга. После того, как боевая сила монстра стабилизировалась, он сказал. Лин Се, неважно, как силен твой тайный навык, ты просто получаешь повышение уровня. Настоящим императором ты не можешь стать. На самом деле он верил тому, что сказал череп, касаемо ауры смерти. Ведь сейчас он находился в городе Ван Баа. Императоры могут явиться в любое время, и он умрет. Возможно, это и было причиной того, что его тело окутывала такая аура. Должен признать, ты действительно удивительный противник. Однако это должно закончиться здесь. Договорив, монстр появился прямо перед Лин Хуаном. Он указал пальцем между бровей человека. В этот момент, боевая мощь Лин Хуана сразу же подскочила до желто-золотого уровня императора. Он вытянул ладони, перед ним быстро сформировалось темное зеркало. Палец монстра попал в щит, и атака отразилась. Существо было застегнуто врасплох и отлетело от отдачи. Ему с трудом удалось уравновесить себя в воздухе. Монстр в шоке уставился на Лин Хуана. Твоя боевая мощь, как это может быть? Нет ничего невозможного. Лин Хуан превратился в тени в воздухе, полыхнула вспышка, когда его реликвия пронеслась по небу. Раз ты использовал свой козырь, давай поглядим, кто выйдет победителем в этом бою. Произнеся эти слова, он сделал выпад клинком. Стычки в небе усилились, став раз в десять сильнее, чем раньше. Область в нескольких сотнях километров от них тоже пострадала. Облака рассеялись, птицы скрылись, и даже земля начала трескаться, образуя огромный овраг. Горы рушились и озера выходили из берегов. Взрывные звуки битвы распространились по всему Ванба. Громоподобный грохот слышался в ночи, пробуждая ото сна простых людей. Те, кто направлялся к полю битвы, ясно ощутили колебания энергии и лица их стали серьезными. Битва стала намного интенсивнее. Возможно, только фиолетово-золотые уровни могут привести к таким колебаниям. Интенсивная битва. Возможно, они использовали свои козыри. В этот момент система обороны Ванба разослала оповещение. Внимание! Боевая мощь вторженца увеличилась до фиолетово-золотого уровня императора. Видя предупреждение, многие императора, которые хотели понаблюдать, стали задаваться вопросом, стоит ли им идти на поле боя. Если бы боевой ранг монстра был желто-золотого уровня, то у черно-золотых был бы шанс подсмотреть битву и не пострадать, то теперь, когда он достиг фиолетово-золотого уровня, возможно, во всем городе будет где-то пять человек, способных с ним бороться. Черно-золотым будет опасно находиться на поле боя. Монстр умел. Прищурился старик. Человек, сражающийся с ним, далеко не слабак. Мужчина средних лет был расстроен. Мне все еще интересно, смог бы ли я почерпнуть что-то из этого боя, но, кажется, сейчас у меня нет шансов это выяснить. На поле битвы Линь Хуан снова и снова без колебаний сталкивался с монстром. Достигнув желто-золотого уровня Линь Хуан понял, что у него осталось немного времени, максимум три минуты. Если он не убьет противника за это время, то погибнет. Даже если его тело не сломается, то монстр явно не отпустит его, когда Линь Хуан вернется к первому уровню. Существо было чрезвычайно враждебным. До клинка его противника было слишком сильно. Несмотря на то, что монстр достиг фиолетово-золотого ранга, находясь в шаге он ранга полубога, он все равно не мог справиться с желто-золотым императором. Даже с учетом того, что он носил доспехи уровня полубога, он получал ранения после каждого столкновения. Нет, я не могу позволить этому продолжаться. Я могу быть тем, кто погибнет. Монстр без кожи паниковал. Он знал, что эти повышения ранга Линь Хуана будут ограничены по времени, но не знал, что у того есть лишь три минуты. Думая о том, что сказал череп, он понимал, что скоро прибудет подкрепление Линь Хуана. Еще помнил о словах, что вокруг парня нет ауры смерти. Он использовал все, что имел, но победить парня не мог, поэтому хотел отступить. Он не показывал и намека на страх, наметив план. Через некоторое время он крикнул Линь Хуану. Линь Се, раз я не могу сбежать, то мы умрем вместе. Договорив, из его тела начало сочиться кровь. С огромной скоростью она сворачивалась, образовывая плоть. В мгновение ока тела монстра стало намного мускулистее. Изначально существо было трехметровым и выглядело худым, а теперь стало четырехметровым и мускулистым. И снова Линь Хуан схлестнулся с монстром. Когда его клинок поразил плоть, раздался металлический звук. Рано не было, оставались лишь белые полосы от лезвия меча. Монстр криво ухмыльнулся и, раскрыв свою большую ладонь, набросился на парня. Линь Хуан нахмурился. Он снова взмахнул клинком, пронзая грудь монстра. Парень отступил, когда ощутил, как отдача распространяется по его рукам. Ему удалось заблокировать большую часть удара. В этот момент плоть на позвоночнике монстра начала сползать. Фигура трансформировалась в мгновение ока. Линь Хуан мельком увидел это. Там было очередное существо без кожи, а мускулистый гуманоидный монстр оказался пустой раковиной. К неожиданности, пустая оболочка набросилась на Линь Хуана. Реальное тело монстра вынуло портал и с насмешкой взглянуло на Линь Хуана, открывая врата. Повеселись с моим клоном. Увидимся. Он не знал, что, когда настоящее тело покинуло оболочку, Линь Хуан связался с Сиахоем. Как долго мое тело сможет выдержать, если я воспользуюсь еще одной картой повышения ранга? Три секунды. Достаточно, кивнул Линь Хуан. Думаешь, сможешь сбежать? Увидев монстра, стоящего у пространственных врат, Линь Хуан оскорбительно усмехнулся. Монстр испугался и немедленно шагнул вперед. Когда он вошел в портал, из ниоткуда появилось черное сияние и в этот же момент существо ощутило озноб в коленях. Он опустил голову и увидел потоки крови на своем теле. Прежде чем потерять сознание, он, наконец, увидел, что напавший на него никто иной, как Линь Се, который стоял в менее чем двух метрах от него. Переведя взгляд, он заметил, что возле пустой оболочки стоял еще один Линь Се и самым удивительным было то, что оба они были не желто-золотые, а бело-золотые императоры. Пространственные врата рухнули сами. Очевидно, что атака Линь Хуана поразила и портал. Труп существа, разрезанного на две части, упал на землю. Реальное тело погибло. Две боевые души в фигурках бога, что сражались с Чаркалом, снова стали обычными скульптурами размером с ладонь. Дракон схватил их ртом и полетел к Линь Хуану. К счастью, карта клона может создать клона где угодно на моей территории, поскольку клон монстра его едва не обманул. Линь Хуан не только активировал карту временного увеличения ранга, чтобы поднять уровень до бело-золотого императора, так еще и карту клонирования использовал. Идею с клоном он подхватил у монстра. Сняв эффект карты увеличения боевого ранга, тело Линь Хуана, которое должно было вот-вот разрушиться, стабилизировалось. Линь Хуан также убрал эффекты рыцаря интеграции, после чего его боевая мощь вернулась к одному уровню бессмертия. Он сразу же ощутил себя чрезвычайно слабым. Кайли забрала все военные трофеи и вместе с Чаркалом покинула поле боя. Линь Хуан же призвал пространственные врата и вернулся в отель. Глава 817. Частицы воспоминаний. Не прошло и 10 минут после того, как Линь Хуан ушел на поле боя, практически одновременно, прибыли две фигуры. Это был старик и худощавый мужчина. Старик был ростом около 160 сантиметров и седой. Однако, на его лице ярко выделялись пронзительные глаза, тщательно оценивающие окружение. Худощавый мужчина же был около 180 сантиметров ростом и выглядел на 30 лет и имел мрачное выражение лица. Нет, никто его обижал, просто он родился с таким лицом. Разве твой ученик не следовал за тобой? Он вон там. Вибрации битвы закончились только сейчас. Он такой балласт, что я пришел сюда первым. Старец не поворачивал головы и продолжал оценивать обстановку. Очевидно, что оба эти человека были очень близки, поэтому не придерживались вежливости при общении. Я думаю, это связано с тем, что он только недавно достиг уровня императора. Поэтому ему так хочется посмотреть на сражение, сказал тощий. Он только достиг уровня императора и думает, что может пойти куда угодно. Он понятия не имеет, насколько опасен мир и какие последствия его ожидают, проворчал старик, меняя тему, давай не будем о нем. Что ты думаешь об этом поле битвы? Тут нет никаких трупов. Помимо следов битвы на земле, есть еще два куска плоти. Я понятия не имею, откуда они. Нам потребуется судебный эксперт, чтобы оценить это. Однако, глядя на следы боя и остатки энергии, ситуация должна быть такой же, какой мы ее ощущали, когда шли сюда. Их было пятеро и двое из них чрезвычайно сильны. Последний взрыв был силы фиолетово-золотого императора. Остальные трое явно участвовали в битве двое против одного, и их способности являлись слабее первых двух. Да, твои слова соответствуют моим наблюдениям. Как только колебания энергии закончились, предупреждение, о котором сообщала система обороны, было удалено. Должно быть, монстр был убит, а его тело забрано, кивнул старейшина. Мы не можем исключать возможность того, что охотник мог быть убит и монстр победил. Поскольку монстр оказался способен пробраться в цитадель, а это значит, что он умеет избавляться от системы обороны и может сделать это снова. Это могло бы быть правдой, но маловероятно. Я более склонен думать, что убит именно монстр. Если то, что ты сказал, правда, то нам нетрудно расспросить, есть ли пропавший человек уровня желто-золотого императора с мощью фиолетово-золотого. Пока они болтали, остальные императоры появлялись один за другим. После того, как система обороны сняла тревогу, им больше не нужно было туда идти, однако все все равно продолжили путь, желая увидеть все своими глазами. Некоторые надеялись, что охотник еще не ушел, потому что хотели познакомиться с ним. Пока народ искал улики, Линь Хуан уже вернулся в свой номер. Отозвав Чаркала обратно в карту, он выпустил Джина из измерения Кайли. Едва выйдя наружу, парень увидел на теле Линь Хуана пятна крови. Ты в порядке? В порядке, улыбнулся Линь Хуан, качая головой. Он был ранен, но, благодаря божественной регенерации, быстро исцелился, но на одежде и теле остались пятна крови. Где императора? Он погнался за нами? Он знает, что мы тут живем. Юэ Чжин думал, что Линь Хуан сбежал от императора и им небезопасно тут находится. Не переживай, он мертв. Мертв? Юэ Чжин был поражен. Затем он посмотрел на Линь Хуана с недоверием на лице. Он действительно силен. Я использовал почти все свои козыри, чтобы его убить. Линь Хуан коротко рассказал другу о том, что произошло, не вдаваясь в подробности. Он не хотел говорить Джину, что император на самом деле не был человеком, а монстром желто-золотого уровня императора. Он не старался скрыть свои способности, просто на объяснение ушло бы много усилий. Убедившись, что Джин понял и больше не будет об этом спрашивать, поскольку дело касалось козырей Линь Хуана, а это ему уже знать не нужно. Затем он вспомнил о измерении Кайли, но тоже не стал спрашивать. Ты уверен, что в порядке? Однако он все еще беспокоился о том, в норме ли тело Линь Хуана. Пятна крови выглядели так, будто рана была далеко необычная, да и получена она из-за того, что Линь Хуан спас его жизнь. Посмотри на меня. Видя, что Джин все еще переживал за него, Линь Хуан вздохнул, снял одежду, оголяя верхнюю часть тела, которую покрывали мышцы. Там не было никаких шрамов. У меня есть тайный навык, который может исцелить мое тело и, пока у меня достаточно силы жизни, я поправлюсь вне зависимости от того, насколько серьезно ранение. Не переживай за свою запечатанную мощь. Человек, который это сделал, умер. Возможно, меньше, чем через час печать на твоем теле будет уничтожена, а твоя боевая сила восстановится. Завтра будет закрытый аукцион, так что иди и хорошо отдохни. Отправив Джина, Линь Хуан сжег испачканную одежду и принял душ, смывая стела кровь. В ванной он вынул две фигурки бога. Большинство трофеев все еще находились в кольце противника, но он не собирался их добывать, ведь самыми ценными предметами являлись фигурки. Одна из них напоминала кошку с кривым лицом. У нее было стройное тело в полоску. Другой был со змеиной головой и черными чешуйками на теле, напоминающими черный металл. Линь Хуан никогда не видел этих монстров в руководстве. С этими предметами он сможет достичь триго уровня бессмертия. Однако он знал, что ее не время для этого. Одной из причин было то, что с ним находился Юэчжин. Линь Хуану будет трудно объяснить, как ему удалось поднять целых два уровня за день. Другая же причина заключалась в том, что он знал, что люди из аукциона Ван Ба пристально за ним наблюдают. Увеличься его боевой ранг так внезапно, он будет в беде. Убрав фигурки, Линь Хуан медленно погрузился в воду. Он закрыл глаза, вспоминая только что закончившуюся битву. На этот раз Линь Хуан должен был сделать домашнюю работу. Каждый раз после тяжелых битв он вспоминал весь процесс, анализируя каждую деталь. Он должен был разобраться, что же он сделал неправильно, чтобы избежать повторения ошибок. Еще он должен был сделать одну вещь, проанализировать силу своего противника и понять, можно ли у него чего-нибудь научиться. Кроме того, он пытался рассмотреть бой с другой точки зрения, думая о лучших решениях. В его мыслях постоянно мелькали сцены из битвы. Юэчжин был похищен. Он спас Джина и вступил в трудный бой с императором. Затем чудовище раскрыло свое настоящее тело и принесло жертву своему дворцу жизни. Его мозг быстро воспроизводил эти сцены, вспоминая все детали. Линь Хуан прокручивал их в своей голове снова и снова. У меня действительно был шанс убить его, когда он показал свое настоящее тело, до того, как он призвал дворец жизни. Перед жертвоприношением у меня тоже был шанс. Я упустил их оба. Комбинированная атака огнем с чаркалом была эффективна. Я убил пять его боевых душ. Никто не может противостоять атаке реликвии полубога, даже полубог. Его клону удалось заблокировать мою атаку в результате трюка. К счастью, я вовремя понял, что доспех уровня полубога остался на теле клона, поэтому мой собственный клон справился с убийством настоящего тела монстра. Это решение было слишком рискованно. Если бы я ошибся и его настоящее тело было одето в доспехе, то я не смог бы его убить. Пространственные врата рухнули, а я бы погиб от последствий повышения ранга. Прежде чем он успел все как следует проанализировать, в его голове внезапно вспыхнуло несколько сцен. Линь Хуан успокоился и принялся проверять, что это такое. Через некоторое время он нашел источник. Это воспоминания монстра без кожи. Глава 818. Картинки в его голове. В фигурке бога, в которой горело божественное пламя, облако чистой духовной энергии было покрыто слоем слабого зеленого свечения. Это защитная оболочка, автоматически созданная фигуркой бога, чтобы блокировать любое вмешательство пламени. После недолгих исследований, Линь Хуан понял, что образы, всплывающие в его голове, появились из облака духовной энергии. Если точнее, фигурка бога автоматически поглотила душу монстра без кожи, когда он умер. С помощью божественного пламени она превратила ее в чистую духовную энергию. Поскольку душа была отфильтрована божественным пламенем, большая часть информации в облаке, которая стала хранилищем души монстра, исчезла. Несколько образов, что вспыхнули в голове Линь Хуана, как раз являлись единственной оставшейся информацией. К сожалению, больше ничего нет. Линь Хуану не удалось узнать еще. У Линь Хуана уже не было настроения принимать ванну с пузырьками, поэтому он оделся и вернулся в спальню. Изначально он был физически и эмоционально истощен после суровой битвы, однако сейчас ощущение сонливости прошло. Его глаза были открыты. Он лежал на кровати и просматривал воспоминания, что промелькнули в его голове. Первой картинкой, куском воспоминаний, была спина человека. Хоть и видно только спину, можно различить, что он был не молод, хоть тело и не выглядело сильным. Он даже казался худым и слабым. Вторым воспоминанием была картинка интерьера зала. В ярком, роскошном зале с обеих сторон сидели могучие существа. Далее стоял огромный золотой трон, на котором кто-то сидел. Однако это был просто черный силуэт. Не видно было никаких деталей и даже не ясен пол. На третьем воспоминании видно небо, полное кровавого тумана. Под кроваво-красным небосводом собралось огромное количество монстров, в поле зрения Линьхуана их было, как минимум, миллионы. Четвертое же воспоминание показывало черную трещину, похожу на паутину. Эта трещина находилась в небесах и всасывала воздух со всех сторон. Последними тремя воспоминаниями являлись фигурки бога. Там были не только те две, что Линьхуан только что получил, но и его фигурка, которую он купил на аукционе. Должно быть, это самые важные воспоминания, которые он, не осознавая, спрятал глубоко в своей душе, что они даже не были стерты фильтрацией божественного пламени. Теперь это просто статичные картинки воспоминания без звука. Кроваво-красное небо на третьем изображении не похожи на наш мир, а трещина на четвертом похожа на трещину бездны. Возможно, это с другой стороны. Если так, монстр, должно быть, прошел через нее и достиг человеческой цитадели. Это разумное объяснение. В этом случае, кроваво-красное небо на третьем изображении может быть иным миром, соединенным с бездной. Черный силуэт на троне второго изображения должно быть Господь Бог, о котором упоминал монстр, но я не могу разобрать, кто на первом. Три изображения фигурок Бога должны быть причиной, по которой монстр пришел на нашу землю, но я понятия не имею, зачем они ему. Вряд ли столько усилий положено на то, чтобы просто поместить в фигурки боевые души. Природа фигурок ненамного могущественнее обычных душ, их просто сложнее убить. Линьхуан много размышлял об этих изображениях, но связь между ними была недостаточной. Он не мог придумать целостную теорию. Если монстр действительно пришел из трещины в пропасти в бездну, то сроки пятилетней катастрофы могут измениться. Похоже, мне придется посетить пропасть после аукциона. Этой ночью Линьхуан был занят. Он заснул лишь в 4 утра от сильного физического и эмоционального истощения. Примерно через 3 часа Юичжин хотел позвать Линьхуана на завтрак. Печать с его боевой мощи сама спала накануне вечером, теперь парень ощущал облегчение. Когда он собрался постучать в дверь Линьхуана, он услышал голос Блади из-за двери. Хозяин недавно уснул. Дайте ему сегодня отдохнуть. Я разбужу его перед аукционом. Хоть Джин и не особо общался с Блади, он знал о его существовании, поэтому голос не оказался для него неожиданностью. Он лишь кивнул. Конечно, тогда я не буду его беспокоить. Увидимся вечером. Попрощавшись с Джином, Блади вернулся обратно на диван, где продолжил изучать не аркнет. Линьхуан проснулся в 4 вечера, в итоге проспав ровно 12 часов. Хоть бой, который произошел ночью и не оставил на нем никаких следов, он сильно измотал Линьхуана. Это истощение прошло лишь на 60-70% после его сна. Сейчас 4.21 вечера. Я проспал 12 часов. Линьхуан спроецировал часы с кольца, как только открыл глаза и пришел в шок. Увидев время, вы переутомили свое тело, поэтому много спать после такого истощения нормально. В целом, чтобы полностью восстановиться, вам потребуется около трех дней. Блади медленно поплыл в спальню. Закрытый аукцион начнется только в 7.30 вечера. Можете поспать еще несколько часов, если все еще ощущаете усталость. Я вас разбужу, когда придет время. В этом нет необходимости. Мое истощение не пройдет, если я буду просто спать весь день. Линьхуан поднялся с кровати. Тогда покушайте чего-нибудь. Я попросил Юичжина захватить для вас еды, когда он ходил обедать. Она в холодильнике. Блади все устроил. Линьхуан кивнул и направился на кухню. Достав еду из холодильника, он пошел в столовую. Во время еды он спросил, есть какие-нибудь новости? То, что случилось последи ночи, всплывает в местных новостях. СМИ говорят, что анонимный охотник убил монстра, который вторгся в цитадель. Никто не знает, кто это. В противном случае, они пришли бы к вам брать интервью. Еще что-нибудь? Снова спросил Линьхуан, проглотив жареное яйцо. Многие из преступного мира расследуют дело. Некоторые пытаются выяснить, кто убил монстра. Большинство заинтересовано в вербовке убийцы. Что насчет фигурки бога? Нашел что-то об этом? С тех пор, как Линьхуан достиг уровня бессмертия, он планировал найти как можно больше фигурок, чтобы достичь 9го уровня как можно скорее. Понятия не имею. Ничего не могу найти в сети. Я подозреваю, что мировое правительство приложило к этому руку. Новостей с черного рынка тоже нет, но прошел всего лишь день, так что нормально, что я ничего не нашел. Мировое правительство приложило к этому руку. Похоже, оно знает, что такое фигурка бога. Слегка прищурился Линьхуан. Глава 819. Закрытый аукцион начался. Это была ранняя осень. Начало сентября. Погода становилась прохладной. Летняя жара прошла. В 7 вечера небо уже становилось темным. После обеда Линьхуан и Юэчжин вместе отправились на аукцион Ванбаа. Закрытый аукцион будет проводиться не там, это просто одно из мест сбора. Несколько сотрудников поприветствовали их, как только ребята подошли ко входу в аукцион. Один из них спросил. Могу я узнать, вы будете участвовать вместе или раздельно? Вместе, ответил Линьхуан. Пожалуйста, следуйте за мной, сказал сотрудник и проводил их к лифту. Этот лифт доставит вас в случайную свободную комнату под землей. Там вы можете выбрать понравившуюся вам маску и плащ. Когда закончите, проследуйте в комнату подин и кто-нибудь из сотрудников проводит вас на аукцион. После простых инструкций, сотрудник коснулся дверей лифта и проводил ребят взглядом. Вскоре двери снова открылись. И Линьхуан с Джином прибыли в выставочный зал размером в сотню квадратных метров. Внутри находились сотни симуляционных моделей, каждая одетая в разные плащи и маски. Лишь некоторые не имели масок и плащей. Очевидно, что их забрали люди, что прибыли раньше. Юэчжин был поражен выбором и понятия не имел, что взять. Для Линьхуана же это не было проблемой. Каждая маска и плащ были отчетливо видны для него благодаря телекинезу. Не прошло и минуты, как он сделал свой выбор. Материал маски был из легкого сплава с серебряной основой, почти без рисунков. Дизайн казался простым и понятным, что до плаща Линьхуан выбрал длинный и черный. Как и на маске, на нем тоже не было украшений или узоров, а воротник скрывал большую часть лица. Юэчжин же еще даже не сделал выбор, в то время как Линьхуан уже оделся. Не быстро ли ты выбрал? Я же телекинетик. Я отсканировал все маски и плащи и конечно же, так выбрать было легко. Линьхуан только сейчас понял, что его голос изменился. Видимо, это функция масок. Я в замешательстве от такого выбора. Может, ты выберешь для меня? Юэчжин не стал ломать голову, просто возьми что-то похожее на твое. Чем проще, тем лучше. Я не хочу с узорами или украшениями. Конечно, используя свой божественный телекинез, Линьхуан вскоре отобрал три маски и четыре плаща. Джин выбрал из этого золотую маску без украшения и длинный черный плащ, похожий на тот, что у Линьхуана. Когда Джин оделся, Линьхуан как раз закончил возвращать на места оставшиеся маски и плащи. Пошли. Оба они вышли из комнаты. Они подняли головы и обнаружили, что находились в комнате 18. Когда они шли дальше, номера уменьшались. Пройдя немного вперед, двери в комнату по 11 неожиданно распахнулись. Из комнаты вышел человек в белом плаще и разрисованной маске. Он был худым, и никто не мог сказать, мужчина это или женщина, поскольку плащ хорошо скрывал фигуру. Человек был немного удивлен, увидев Линьхуана и Юичжина, но вскоре оправился и направился к комнате Падин. Линьхуан и Джин находились в менее чем 30 метрах позади, но не торопились его догонять. Когда они прибыли ко входу в комнату Падин, человек в белом обернулся на них, прежде чем войти. Линьхуан и Юичжин вскоре проследовали за ним и вошли в комнату. Интерьер комнаты Падин похож на обстановку комнаты для собраний. За длинным столом уже сидело 18 человек. Оставалось еще три свободных места. Среди 18-ти, 17 были в плащах и масках, включая человека в белом. Исключением был мужчина во главе стола. На нем была белая, как кусок нефрита, маска, но черный костюм. Он не вписывался в группу. Почти все смотрели на Линьхуана и Юичжина. Однако, маски и плащи обладали функцией блокировки обнаружения, и никто не мог ничего о ребятах узнать. Линьхуана смотрел всех присутствующих, и его взгляд упал на мужчину в костюме. Он полагал, что человек – сотрудник подпольного аукциона. Присаживайтесь, как и ожидалось, это сказал мужчина в костюме. Портал переносит по 20 человек за раз. Нам не хватает только одного человека, не считая меня. Линьхуан и Юичжин сели на свободные места. Комната с 20 людьми вскоре погрузилась в мертвую тишину. Никто из них не знал друг друга. Поскольку их тела были полностью скрыты, как и информация о них, доверие упало на самый низ и говорить им было не о чем. Хоть они и осматривали друг друга, взгляды обычно не задерживались надолго. Потому что, во-первых, там ни на что было смотреть, а во-вторых, кто-то мог воспринять это как провокацию, что вызовет ненужные неприятности человеку. Все знали, что приглашенные на закрытый аукцион – необычные люди. Никто не хотел заводить тут врагов. К счастью, мертвая тишина не длилась слишком долго, поскольку вскоре вошел последний человек. Мужчина в костюме встал, когда все 20 собрались. Он вытащил белую пространственную реликвию и, открыв врата, проводил людей. Когда врата закрывались, Линь Хуан и остальные поняли, что попали в зал, когда свет ослепил их глаза. Он оглянулся, услышав стук. Недалеко от них была сцена аукциона. На ней стояла женщина с кроличьими ушками и смотрела на Линь Хуана и остальных. Новоприбывшие гости, присаживайтесь, где пожелаете. Линь Хуан повернулся в другую сторону и обнаружил, что большая часть мест была свободна, а занята лишь около сотни. Передние ряды как раз почти заполнились и оттуда слышалась болтовня. Линь Хуан оглянулся и увидел несколько пар людей, разговаривающих друг с другом. Он предположил, что они прибыли вместе. После слов девушки, их двадцатка разошлась на выбранные ими места. Заметив, что в центральной зоне в третьем ряду больше нет мест, Линь Хуан нашел два свободных в середине четвертого ряда, где и сел с Джином. «Это место такое маленькое, всего на 1200 человек», — сказал Линь Хуан и улыбнулся. «Закрытые аукционы, как правило, мелкомасштабные. Более того, Ван Ба находится под управлением мирового правительства. Им нужно не привлекать внимание, поэтому все так скромно», — объяснил Джин. «Чем больше людей приглашают на такие аукционы, тем больше проблем это может вызвать». От скуки они болтали, потому что до начала аукциона оставалось время. Все больше и больше гостей прибывало, занимая места. Где-то около 7.50 вечера, все 1200 мест были заполнены, поскольку все приглашенные прибыли. Девушка с кроличьими ушками снова заговорила, когда часы показали 8 вечера. «Добрый день, уважаемые гости! Добро пожаловать на аукцион!» «Я лицетатор сегодняшнего мероприятия — кроличье ушко. Не нужно с подозрением относиться к моему имени, ибо, очевидно, что оно не настоящее. Надеюсь, мы сможем провести сегодня приятный вечер и каждый купит то, что захочет. Давайте перейдем к делу и взглянем на первый лот. Точнее, на первую коллекцию. Поправила она себя. Пока она говорила, 20 голых мужчин вышли на сцену и встали в два ряда. Вступительные слова девушки заставили многих гостей начать перешептываться. «Это кастрированные человеческие рабы!» — нахмурился Линь Хуан, а Юэ Чжин, тем временем, выглядел недовольным. На нижней части всех 20 мужчин не было никаких следов гениталий. Разве проведенная операция не чертовски чиста? Человек в сером позади Линь Хуана не смог удержаться от комментария. «Видимо, мне нужно объяснить детали», — снова сказала кроличья ушка. «Эти 20 человек — не люди, как вы могли подумать. Хоть они и выглядят таковыми, на самом деле, они созданы генетически искусственным путем. Это — первая тестовая партия. Все находятся на 9М уровне бессмертия. Их 20 и цена каждого составляет 100 миллионов кристаллов в жизни. Прирост должен быть не меньше 5 миллионов. Аукцион начинается. Глава 820. Мутанты. Каждый искусственный человек отличался от остальных. Лицита тордовала краткое описание из-за нехватки времени аукциона. В то же время, команда организаторов предоставила подробную информацию о каждом на экране над сценой. Из представленных данных стало ясно, что искусственные люди сильно отличались друг от друга. Некоторые из них были опытными в даоклинка, даосабле, рукопашном бою или телекинезе. У них способности наравне с дважды мутировавшими монстрами и имеют они по 5 навыков. Они похожи на кастомизированных призывных монстров и цена эквивалентна призывному монстру 9го уровня бессмертия. Линь Хуан приподнял бровь, прочитав детали, но в сочетании с тем фактом, что получение новых навыков в процессе тренировок делает их более могущественными, чем призывные монстры, я все равно не могу понять, почему их цена настолько выше. Линь Хуан не был заинтересован в этих искусственных мужчинах. У него уже было более десятка призывных монстров, навыки которых были сильнее, поэтому ему не нужны эти люди. Более того, живые существа не могут быть напрямую превращены в карты, как бои остальные. Он был бы не против купить таких, если бы их можно было превратить в карты и тренировать. Однако, Линь Хуан понятия не имел, классифицировались ли искусственные люди как люди или монстры. Если как люди, то за их убийство не будет даны никакие карты монстров. Максимум, что можно получить, карту навыка. Если же они монстры, то полученных фрагментов будет недостаточно, даже если он убьет всех тех, что на сцене. Линь Хуан решил не участвовать в ставках. Одолжи мне немного кристаллов жизни, если мне не хватит, ладно, неожиданно сказал Юэ Чжин, сидевший рядом. Конечно, кивнул Линь Хуан. У него не было недостатка в деньгах, и он не боялся, что Чжин не вернет их. Искусственные люди были проданы один за другим. Юэ Чжин, который сидел рядом с Линь Хуаном, неожиданно объявил свою ставку на шестого человека. 150 миллионов. Линь Хуан был ошеломлен, услышав цену и повернулся, чтобы спросить, зачем он тебе. Я хочу, чтобы военные изучили их, ответил Юэ Чжин. Если получится, я хотел бы купить троих. Культиватора копия, клинка и рукопашника. Конечно, дай мне знать, если тебе не хватит кристалла в жизни, кивнул Линь Хуан. Юэ Чжин вырос в семье военных и, фактически, работал там. Однако, это просто как подработка и много власти он не имел. В три и краткой дивизион он поехал, чтобы набраться опыта. Это как для тех, кто на земле получал докторскую степень, обязанным было учиться за границей. Хоть направление развития Юэ Чжина в армии и не имело ничего общего с исследованиями, для него было бы достижением отправить искусственных людей домой. Кроме того, военные обязательно возместят его расходы. После интенсивных торгов Юэ Чжин сумел купить культиватора клинка за 270 миллионов. Позже он купил культиватора копия за 230 миллионов и рукопашника за 240. Человек в красной маске прямо позади Линь Хуана и Юэ Чжина не удержался он тихого комментария. Интересно, что он собирается делать со всеми этими искусственными людьми, учитывая, что он скупил всех самых сильных. Хотел бы я купить искусственную женщину, но их тут нет. Юэ Чжин выдавил улыбку и беспомощно пожал плечами. Большинство других участников приобрели только одного и лишь некоторые двоих мужчин. Юэ Чжин же купил больше всех, троих, да еще и самых сильных. Однако он анализировал их способности и тесты испытаний с фабрики, совсем не обращая внимания на их внешний вид. На самом деле, как и мужчина в красной маске, многие надеялись увидеть партию искусственных женщин. Однако лицитатор сказал, что техника их создания ее несовершенна. Возможно, в следующем году технические проблемы будут решены. Вскоре все 20 мужчин были распроданы. Кроличье ушко представило вторую коллекцию. Персонал вынес на сцену 10 витрин высотой около 2 метров. Когда ткань подняли, внутри были клетки, а в клетках по женщине. Казалось, что они ничем не отличались от людей, только их грудь являлась куда больше, чем у обычных женщин. Грудастые женщины, нахмурился Линь Хуан. Он не впервые видел их. В прошлый раз они были на тайном аукционе, который он посетил с Лэн Юэй. Грудастые женщины не являлись людьми. Это мутанты, полученные от людей грудастых монстров. Однако эти мутанты вымерли почти 800 лет назад. Эти 10 не могли существовать, даже являясь они потомками греха. Очевидно, что они были созданы с помощью генетически модифицированного эликсира, сделанного из живых женщин и генетической техники. Некоторые задавались вопросом, сколько женщин погибло, чтобы получилось 10 единиц законченного продукта. Аукцион Ван Баа наверняка как-то связан с тайным аукционом. Линь Хуан задумался над этим, еще когда вывели мужчин на сцену. Теперь, когда он увидел грудастых женщин, он решил, что у этих двух аукционов должен быть один поставщик или даже управляет аукционами один и тот же человек. Вскоре грудастые женщины создали шумиху среди участников. Было очевидно, что аукцион специально это организовал. Сначала они выставили на продажу искусственных мужчин, чтобы подогреть ожидания искусственных женщин. Хоть таковых у них и не было, в продаже имели грудастые женщины. Несмотря на то, что Линь Хуан испытывал жалость к этим женщинам, в торгах он не участвовал, как и Юэй Чжин причиной было то, что покупать их излишне для него. Пока производству этих мутантов не положат конец, их продолжал продавать на различных аукционах. Размышляя о ситуации с мутантом, Линь Хуан не мог не подумать о Сиамо, которого он встретил в тренировочном лагере Пурпурного Ворона. Тот парень тоже был мутантом. Хоть он и выглядел как человек, на его теле была отметка потомков греха. Это знак стыда для него, который будет преследовать парня до конца его жизни. Интересно, как там Сиамо? Вскоре десяток грудастых женщин были проданы полной энтузиазма толпе. Третьей коллекцией была партия мутантов боевого типа. Линь Хуан глубоко задумался, увидел их. Должна существовать организация за этим аукционом Ван Бааа, которая занимается генетическими модификациями, и что незаконно отлавливает людей и делает из них мутантов. Они осмеливаются делать это в области, что под контролем мирового правительства. Возможно, внутренний отдел правительства не так и чист. Линь Хуан подумал о группе полубогов, которые пытались убить мистеров и нахмурился еще сильнее. Они знают, что грядет катастрофа, но все равно думают о способах выгоды для себя. Глава 821. Борьба за сокрушители. Время пролетело незаметно, и скоро начинался третий день подпольного аукциона. За первые два дня Линь Хуан увидел много генетических продуктов. Помимо искусственных людей и мутантов, было много генетически модифицированных существ, которые не существовали в энциклопедии монстров. Это напомнило ему о мастерской Скорбора. Он хорошо помнил, что на острове Энигма было много похожих монстров, созданных людьми из мастерской Скорбора. Похоже, что поставки для аукциона Ван Баа могут исходить от мастерской Скорбора. Их сотрудничество может быть даже обширнее. В конце концов, таким организациям, как мастерская Скорбора, потребуется большая финансовая поддержка для проведения подобных исследований. Имя лаборатории Лейба вспыхнула в голове Линь Хуана. Поскольку это была организация, созданная в мастерской Скорбора, она могла бы работать над подобными исследованиями. Однако Линь Хуан не мог быть уверен, так как он не особо много об этом знал. Он задумался, сидя на своем месте, пока на сцене аукциона не появились сокрушители богов. Восьмая коллекция сегодня – это то, чего многие ждали. С толстых черных стволов сняли красную ткань, обнажив содержимое. Дула смотрели в сторону аудитории. Многие из присутствующих громко воскликнули. Это сокрушители богов 28го поколения, которые были уничтожены военными мирового правительства. Всего их 30 штук. Они лежали забытыми на складе с момента производства и никогда ранее не использовались. Возможно, некоторые из вас не знают, что такое сокрушители богов 28го поколения. Позвольте мне объяснить. Сокрушитель богов 28го поколения второй по силе среди всех сокрушителей сразу после 3го поколения. Однако недостаток 3го весьма очевиден. Некоторые из вас, возможно, слышали, что, хоть они сильны, но их можно использовать только 10 раз, и после этого они становятся бесполезны. Тем временем, сокрушитель богов 28го поколения является улучшенной версией сокрушителя 3го поколения. Его мощность равна 82% последнего. Этого хватит, чтобы покалечить фиолетово-золотого императора. Кроме того, использовать сокрушитель можно более 60 раз. Опытные мастера оружия могут это сделать и около сотни. Те, кто имел опыт в обращении с огнестрельным оружием, поняли, что аукционист на самом деле специально смешивала понятия. Сокрушитель бога 28го поколения был эффективен только для 30 применений, после этого дула начинало деформироваться. Естественно, данные были результатом последовательных испытаний, во время которых сокрушитель вообще не обслуживался. Тем временем, мастера оружия, как правило, следят за дулом, поэтому оно в основном начинает деформироваться только при использовании более 60 раз. Лин Хуан не был мастером оружия, поэтому обычно не церемонился с сокрушителями. Тратить время на их обслуживание? Он скорее бы потратил время, практикуя свои навыки меча. 30 выстрелов из сокрушителя, его более чем устраивали. Аукционист намеренно путала понятия, чтобы сбить с толку тех, кто ничего не знал о сокрушителях богов. После некоторого введения она, наконец, назвала стартовую цену. Начальная цена за каждые из 30 сокрушителей богов – 150 миллионов кристаллов в жизни. Каждая ставка должна быть не меньше 5 миллионов кристаллов. Теперь давайте начнем торги за первый сокрушитель. 200 миллионов. Кто-то из зрителей назвал свою цену, как только аукционист закончила говорить. Человек, который предложил цену, был даже быстрее Лин Хуана. Лин Хуан поднял бровь под маской и заговорил прямо перед тем, как второй человек смог озвучить цену. 250 миллионов. Как только предложение было объявлено, никто из толпа не издал ни звука. Большинство опытных покупателей очень хорошо знали, что средняя цена сокрушителей богов 28го поколения – 230 миллионов. Любая цена выше этой не стоила того. Кроме того, оставалось еще 29 сокрушителей. Было бессмысленно перебивать ставку в 250 миллионов. 250 миллионов – раз. 250 миллионов – два. Если больше предложений нет, наш первый сокрушитель богов уходит к этому человеку в серебряной маске. 250 миллионов – три. Продано. Теперь давайте начнем торги второго сокрушителя богов. 240 миллионов. Лин Хуан был первым, кто предложил цену. Кроличье ушко пыталось пробудить интерес других, но никто не хотел ставить по более высокой цене. 240 миллионов – продано. Второй сокрушитель богов достался Лин Хуану. 230 миллионов. На этот раз тем, кто выкрикнул цену, стал не Лин Хуан. Тем не менее, голос Лин Хуана прозвучал следом. 240 миллионов. Он купил третий сокрушитель. Теперь давайте начнем торги за четвертый. 240 миллионов. И снова Лин Хуана опередили. 250 миллионов. Продолжил Лин Хуан. Четвертый сокрушитель богов достался ему. Теперь давайте начнем торги за пятый. 250 миллионов. Прозвучал голос, опережая Лин Хуана. 255 миллионов. На этот раз Лин Хуан добавил всего 5 миллионов. Он купил пятый сокрушитель. Кроличье ушко застыло в прострации. Стартовая цена сокрушителя была всего 150 миллионов, Но из-за Линь Хуана, который подорвал желание других покупателей делать ставки, она превысила 250 миллионов. По этой схеме, Линь Хуан приобрел 10 сокрушителей богов ценой около 250 миллионов. Наконец, кто-то был вынужден оспорить ставку Линь Хуана, когда дело дошло до 11-го. Они состязались, пока предложенная цена не достигла 350 миллионов. Наконец, его противник сдался и позволил Линь Хуану получить сокрушитель богов. Остальные гости аукциона помрачнили, узнав, что цена предложенная Линь Хуаном превысила 350 миллионов. Затем он приступил к покупке оставшихся сокрушителей по цене около 250 миллионов каждый. Почти никто не соревновался с ним. Когда они выставляли на аукцион последние несколько сокрушителей богов, участники не могли мириться с тем, что Линь Хуан доминировал на аукционе, поэтому они тоже начали делать ставки. 21 и краткое сокрушитель бога был продан по высокой цене 410 миллионов. Наконец, в этот раз Линь Хуан не был покупателем. Тем не менее, он продолжил подстрекать остальных, поднимая цену на сокрушители до 400 миллионов. Тем временем он купил еще два сокрушителя богов за 390 миллионов и еще один за 400 миллионов. Торги за последние три сокрушителя богов были жаркими. Они были проданы за 490 миллионов, 530 миллионов и 610 миллионов соответственно. Так как Линь Хуан стал обладателем 23 сокрушителей, он оказался главным победителем, чем возмутил других участников. «Разве ты не боишься, что на тебя нацелится из-за покупки такого количества сокрушителей?» Поддразнил его Юэчжин. «В любом случае, они не знают, кто я такой», — сказал Линь Хуан, как будто это его не волновало. «Сокрушители — это козырь, чтобы спасти мою жизнь, и чем их больше, тем лучше. Я просто не хочу, чтобы люди думали, что я глупый транжира, иначе ни один из 30 сокрушителей им бы не достался». Он очень хорошо знал, что другие покупатели определенно будут поднимать цену, если он решит купить каждый сокрушитель, доступный на аукционе. К тому времени, оставив 600 миллионов, он может даже не купить их и за 6 миллиардов. Поэтому он решил прекратить торговаться после покупки 20. Те трое, которые он купил позже, были на самом деле приятным бонусом». Глава 822. Правда о трещине. После получения 23 сокрушителей, Линь Хуан, наконец, достиг своей цели. Все предметы, которые продавались на этом аукционе, незаконная продажа их запрещена мировым правительством. Впрочем, Линь Хуан и Чжин не были в них заинтересованы. Третий день аукциона подошел к концу в 12.30. Сотрудники подготовили условия, чтобы все участники, сохраняя анонимность, смогли снять плащи и маски, после чего доставили их в город Ван Баа. Нелегальный аукцион проводился в условиях полной конфиденциальности. Связь и отслеживание местоположения на кольце были заблокированы, поэтому никто не знал, где он проходил. Хоть аукцион Ван Баа явно имел связи с правительством и в их сторону не смотри, они были все равно осторожны, чтобы не испытывать судьбу. Они достойны быть в десятке лучших аукционных домов триго дивизиона. Исключительным образом они ведут свои дела, даже Линь Хуан восхищался их усилиями по обеспечению конфиденциальности. Ночь прошла мирно. Линь Хуан не знал о том, что императоры тем временем искали в Ван Бааа того, кто убил вторгнувшегося в город монстра. Однако это не имело ничего общего с ним, поскольку Линь Хуан уже был готов уйти. Рано утром во время завтрака он попрощался с Чжином. Я отправил тебе все подробные документы об организациях триго дивизиона. Будь особенно осторожен, когда попадаешь на территории преступных организаций. Никогда не недооценивай тех, кто ниже тебя рангом. Они могут выкинуть что угодно, лишь бы достичь своих целей. Даже человек уровня священного пламени может устроить заговор против тебя. Остерегайся этого. Ты сказал, что уйдешь после аукциона, но я думал, что это будет через один или два дня. Не ожидал, что ты уйдешь так скоро, сказал Юэчжин, с улыбкой покачивая головой. Я приехал в Ван Бааа, чтобы купить сокрушителей. С тех пор, как я их получил, мне нет смысла тут расставаться. Линь Хуан сунул в рот кусочек жареного яйца. Куда ты пойдешь дальше? Поделишься мыслями? Любопытно спросил Юэчжин. Заскочу в пропасть в бездну. Есть там кое-что, что мне нужно сделать. Бездна. Зрачки Джина сузились, когда он это услышал. На всем континенте пропасть в бездну считается вторыми по опасности запрещенными землями. На каждом уровне там блуждает огромное количество бессмертных. Там небезопасно даже для бессмертных людей. У Юэчжина по телу пробежали мурашки, когда он услышал название. Дальше расспрашивать он не стал. У тебя уже есть древние реликвии, но старайся раздобыть столько примочек, которые могут спасти тебе жизнь. Сколько сможешь? Возьми у меня кристаллы жизни, если не будет хватать. Не стесняйся. И если попадешь в какую-нибудь неразрешимую передрягу, тоже дай мне знать. У тебя есть мой номер. Не стесняйся спрашивать что-то. Твоя репутация не так важна, как твоя жизнь, посоветовал Линь Хуан. Хорошо, Джен выглядел беспомощным. Хоть он и был старше Линь Хуана, но поучали его. А, еще кое-что забыл сказать. Вдруг вспомнил Линь Хуан. Я отправил тебе пригласительный код в Союз Гениев. Удели немного времени на регистрацию. Там может быть виртуальное оценивание способностей, но ты должен пройти, если легко подготовишься. Союз Гениев. Естественно, Джен слышал об организации. Он был немного ошеломлен тем, что Линь Хуан так небрежно об этом говорил. Да, зарегистрируйся и ознакомься. Я могу быть твоим реферером в Небесном Альянсе, если к тому времени ты захочешь присоединиться к организации. Юэ Джен понятия не имел, что такое Небесный Альянс. Только люди, уже имеющие отношение к Союзу Гениев или представители высшего руководства крупных внешних организаций, знают названия внутренних организаций Союза. У Юэ Джена бы глаза вывалились из орбит, узнаем, что Небесный Альянс – топ-1 организация Союза Гениев. Линь Хуану пришла в голову идея пригласить Юэ Джена и остальных в Союз, чтобы у них были необходимые ресурсы. Он понял это, увидев покупки друга на последнем аукционе. Он всегда думал, что Джен из богатой семьи и не испытывает недостатка в ресурсах для култивации. Когда они закончились завтраком, было уже 8 утра. Болтая, они шли к вестибюлю гостиницы. Затем Юэ Джен проводил Линь Хуана к выходу из отеля, после того, как тот выписался из номера. «Пожалуйста, не умирай. Твоя сестра ждет тебя дома», – сказал Линь Хуан, вызывая пространственные врата. «Тебя тоже». Линь Хуан вошел во врата и исчез за ними. Видя, как закрывается портал, Юэ Джен неспеша обернулся и на его лице появилась легкая улыбка. «Не могу поверить, что этот ребенок, который не был даже ранга железа, за два года так вырос. Я не смогу его догнать, если не буду работать усерднее». В пустынном городе в цитадели в класса, возле второго уровня пропасти, в жилом переулке открылись белые врата, из которых вышел молодой парень. Парень тихо пробормотал, убирая портал. «На этот раз нет необходимости останавливаться в отеле. Как разберусь с фигурками, сразу пойду ко второму уровню бездны». «Отведи меня в свое измерение», после этих тихих слов, появилась девушка в черных доспехах. Она схватила парня за запястье и в следующую секунду они исчезли. Сидя на лугу измерения, Лин Хуан достал две фигурки бога, которые он получил после убийства монстра. Одна статуэтка была в форме кошки с мордой гримасой. Ее тело было стройным и покрытым леопардовым мехом. Она напоминала образец, сделанный из тушки маленькой кошки. Вторая фигурка была копытным монстром с головой змей. У него была черная броня, покрывающая все тело, как черный металл. Демонический кот и копытный змей – боевые протасы. Когда они были живы, то являлись истинными богами, чья боевая мощь находилась на среднем уровне. Из ниоткуда донесся голос таблички «Они слабее, чем дьявольский лепесток». Лин Хуан вспомнил, как табличка упоминала, что дьявольский лепесток был высокоранговым истинным богом. «Ты не можешь сравнивать их вот так». В этом и заключается разница боевой мощи. Лепестки по факту более могущественны, но это не боевой тип протаса, объяснила табличка. Какие боевые души наиболее подходят для визуализации? Для демонического кота больше подходит девятихвостая рысь, а для копытного змея – разрушительный божественный мамонт, продолжила табличка. Девятихвостая рысь – наиболее энергетичный монстр в энциклопедии истинных духов. Говорят, что рысь, которая находится на пике своих способностей, умеет контролировать пространство и может пересекать мир, как пожелает. Разрушительный божественный мамонт – силовой монстр. Он определенно заслуживает места в десятке лучших живущих силовых монстров. «Я слышал, что самая могучая особь обладает способностями разрушить галактику». Лин Хуан потеряно это слушал. Через некоторое время он проворчал себе под нос. Чем больше я слушаю, тем больше мне кажется, что это энциклопедия истинного духа – выдумка какого-то писателя. Там либо уничтожают галактики, либо пересекают их. Табличка услышала это. Ребенок, что ты можешь об этом знать? Ты поймешь, что это правда, когда сам станешь свидетелем сил истинного божества? Казалось, она что-то вспомнила, риторически спросив, как думаешь, что вызвало ту огромную трещину рядом с цитаделью? Эта трещина образовалась после битвы между истинными божествами. Имеешь в виду пропасть в бездну? Похоже, Линь Хуан услышал потрясающий секрет. Кроме того, тот океан, который вы называете мирным, разве он появился не после разрушения континентов от битвы богов? Табличка раскрыла еще одну шокирующую новость. Ты уверен, что это сделано людьми? Линь Хуан все еще не мог поверить. А ты думал, это по естественным причинам? Если бы у таблички были глаза, Линь Хуан уверен, табличка бы их сейчас закатила. Ладно тогда. Линь Хуан ощутил, что его мировоззрение изменилось. Если то, что говорила табличка, правда, то могучие существа уровня истинного божества, способные нанести такие повреждения континенту, те, кто сильнее, вполне могут разрушить галактику. Что именно находится за трещиной в пропасти? Ты знаешь? Линь Хуан спросил на авось. Он не был уверен, сможет ли то ответить прямо. Такая трещина в мире может привести к чему угодно. Если повезет, то оно может привести к созданию мира гравия того же уровня. Способности живых форм там должны быть такими же, как и у вас тут. Мировая война – худшее, что может произойти. Если же не повезет, то трещина может соединять вас с более высшим миром. Если они обладают полным набором собственных правил и норм, то вторжение неизбежно. Оно произойдет потому, что для высшего мира ваш мир гравия – просто вспомогательное пространство. Проще говоря, ваш мир для них всего лишь тестовый или смоделированный, как игра. Слова таблички вызвали у Линь Хуана озноб. Из разговора с истинным богом Умо, Линь Хуан знал, что причина, по которой древняя эпоха погибла, заключалась в полном раскрытии трещины в пропасти в бездну. Это привело к войне с участием безумного количества могучих созданий из внешнего мира. Умо даже предположило, что конец каждой эпохи был вызван одним и тем же. «Если то, что ты сказал, правда, то последнее как раз может быть тем, что случилось с нашим континентом», – сказал Линь Хуан, ощущая себя беспомощным, хотя и не хотел этого признавать. Глава 823. Месяц халявной еды. После разговора с табличкой, Линь Хуан ощутил острое чувство опасности и ему натерпелось скорее увеличить свою боевую мощь. Поместив обе фигурки бога в разные колеса жизни, у Линь Хуана ушел целый день на то, чтобы интегрироваться с ними. «Наконец-то я добрался до 3го уровня бессмертия. Сидя на лугу, Линь Хуан открыл глаза. Он четко ощущал улучшение своей мощи. Похоже, что при достаточном количестве фигурок, я могу быстро развиваться. Смогу добраться до 9го уровня бессмертия». Убедившись в этом, Линь Хуан понял, что пока он не достигнет уровня императора, его главной задачей будет собрать фигурки бога. На самом деле, он уже этим занимается. Ранее он связался с Черным рынком, оставляя запрос на фигурки бога. Он также попросил Юичжина связаться с ним, если у него появится информация от правительства. Однако еще с момента битвы с монстром у него в голове засел вопрос касаемо тайны фигурок. Только в последние дни он был знает, поэтому позабыл о нем. Табличка «Ты раньше говорил, что фигурку можно активировать, если она обладает божественностью». Например, если уровень полубога имеет божественность в своем теле, он сможет активировать фигурку. Монстр без кожи был уровня императора, как ему удалось это сделать. Потому что это было не просто чудовище из бездны, оно обладало божественной родословной. При обычных обстоятельствах, божественная кровь не может активировать фигурку. Но, судя по всему, у него был какой-то тайный навык, которым он активировал божественность в своей крови. Так ему и удалось использовать фигурки. Если не ошибаюсь, этому навыку его научил упомянутый им Господь Бог. «Это имеет смысл, поскольку истинный Бог может владеть таким умением», — объяснила табличка. «Это означает, что чаще всего для остальных фигурки бесполезны. Не считая меня и полубогов, Линь Хуан искал подтверждение. Фактически, так обычно и происходит», — продолжила табличка. Однако, как я понял, большинство полубогов не знают, что фигурка может быть интегрирована с боевой душой, поэтому и не собирают их. Мировое правительство должно что-то об этом знать. В противном случае, они бы не заблокировали всю информацию о ней в сети. Хотя я и не уверен насчет других организаций, Линь Хуан ощутил легкое облегчение. «Это хорошие новости для меня. Чем меньше людей знают об этом, тем лучше. У меня будет меньше противников и сбор фигурок пройдет проще». Развеяв некоторые из своих сомнений, Линь Хуан покинул измерение Кейли. Когда он вернулся в город, небо стемнело уже и часы показывали шесть. Фонари испускали белый свет, ярко освещая территорию, а в воздухе витал запах еды. Пришло время ужинать. По улице бежали два мальчика, они смеялись и веселились. Когда Линь Хуан это увидел, на миг ему показалось, что он вернулся на Землю. «Все будет уничтожено, если сюда вторгнется высший мир». Линь Хуан крепко сжал кулаки. Пройдя половину улицы, он взлетел в небо и метеоритом полетел в сторону второго уровня пропасти. Добравшись до входа, он не стал останавливаться и пошел дальше. Часовой поезд на втором уровне пропасти был таким же, как и во внешнем мире. И тут над головой находилось темное небо. Линь Хуан приземлился и призвал Блади. «Блади, проверь, пожалуйста, местонахождение монстров и зарази некоторых. Давай выясним, если тут что-нибудь странное». Проинструктировав паразита, Линь Хуан призвал остальные карты монстров. Бая, Ланселота, Кайли, Грома, Гастли, Сюипа, Малахитового изверга, Беса, Питона Затмения, Рыцаря Смерти, Падшего Рыцаря и Двух Змей Полумесяца. Как и Блади, остальные монстры тоже достигли 7го уровня бессмертия, когда Линь Хуан повысил уровень до 3го. Он не стал призывать Чаркала, потому что тот уже находился на 9м. На данный момент вы все находитесь на 7м уровне бессмертия. Однако, максимальный ранг, которого вы на самом деле могли бы достичь, 9 и краткое. Поэтому в течение следующих нескольких дней сформируйте команды по 2 существа и убивайте монстров, чтобы повысить свой уровень до 9го. Линь Хуан сказал сделать так, потому что большинство монстров бессмертного уровня тут одиночки. Они редко находились в группе. Без сомнения, разделение группы повысит их эффективность. Блади отправит все трупы мне, так что вам не нужно об этом беспокоиться. Единственное, что от вас требуется, охотиться, чтобы повысить боевой ранг. Теперь я разделю вас на группы. Бай пойдет с Гастли, Тиран с Питоном, Затмение, Гром с Сюепа, Малахеровый Изверг с Импом. Рыцарь Смерти и Падший Рыцарь пойдут с Змеями полумесяца. Ланселот и Кайли могут сражаться самостоятельно, потому у них есть свои помощники, что могут их поддержать. Так 14 монстров были разделены на 8 групп. Блади, ты отвечаешь за связь и будет предоставлять им информацию, маршруты и планы охоты. Задача перед вам не сложная, но есть три правила, которым все обязаны подчиняться. Прежде всего, не отклоняйтесь от заданного паразитом пути. В противном случае, вы можете столкнуться с монстрами-императорами или людьми. Во-вторых, никогда не сражайтесь с людьми без крайней необходимости. Если вы попытаетесь спровоцировать людей или убьете их, будете запечатаны и навеки застрянете в форме карты. Я больше никогда не призову провинившегося, говоря это. Линь Хуан смотрел на Верховного Владыку. В-третьих, старайтесь не сражаться с монстрами-императорами. Большинство из них пережили третью мутацию, так же, как и вы. Даже если ваш ранг будет 9го уровня, сражаться с ними все равно рискованно. Кроме того, это пустая трата времени и сил. Теперь поговорим о наградах. Вам дадут месячный запас еды, если вы уложитесь в три дня. Вы можете потом попросить другую награду. И пока просьба будет разумной, я сделаю все возможное, чтобы вас удовлетворить. Все были рады попытаться, когда это услышали. Даже всегда спокойный Байр рвался в бой. Хоть Верховный Владыка и выглядел так, будто его это совсем не интересует. В глазах его были следы неуверенности. Видя, что все взволнованы, Линь Хуан лишний раз убедился, что его трюк сработал. Несмотря на то, что карты монстров не в состоянии пойти против его приказов, он все же хотел, чтобы они добровольно выполнили задание, поскольку, очевидно, что это повысит их эффективность. На этом все. Блади свяжется с вами позже. Теперь может разделиться на группы. После того, как Линь Хуан отдал приказы, 8 команд выбрали направление и разошлись. Когда все ушли, Блади спросил. Хозяина вот награды, о которых вы говорили. Твое задание куда важнее, чем у остальных. Я вознагражу тебя в любом случае без повышения уровня. Линь Хуан погладил паразита по голове. Глава 824. Мы деремся за башку. Вик активности у монстров в пропасти в бездну приходился на ночь. Однако второй уровень пропасти в тот день отличался, потому что на нем смешались 14 довольно разных монстров. Там был небесный дракон, похожий на Терекса с телом длинной более 30 метров, удирающий по лугам. Тем временем его преследовал некто, напоминающий человека. Если присмотреться, то человекоподобный монстр был выше 3 метров. У него было мускулистое тело, пара армейских штанов и босые ноги. Каждый его шаг оставлял на земле глубокие следы, будто бы он ступал по песку. С каждым прыжком шагом он становился все ближе и ближе к дракону. Существо взревело от ярости. На его теле было несколько рваных ран, и они не выглядели как повреждения от оружия, скорее как от когтей и зубов. Некоторые все еще кровоточили. Однако сейчас дракон не мог беспокоиться о ранах, ведь он бежал так быстро, как только мог. Тем временем, человекоподобный монстр за ним все приближался. 300 метров, 200 метров, 100 метров, 50 метров. Догоняя дракона, тиран взревел и ускорился. Он протянул руку и схватил существо за хвост. Дракон, который бежал со всей мочи, ощутил, как его потянули назад и лапы его оторвались от земли, после чего он ударился о землю. Крепко держа монстра за хвост, тиран бил его о землю снова и снова. Гигантский дракон теперь напоминал молот, которым размахивал тиран. Через 10 минут великан разжал руки и бросил тело на землю. У небесного дракона 9го уровня, казалось, уже не осталось целых костей, и он находился на грани смерти. Умереть он мог в любую секунду. Тиран запрыгнул на живот и направился к голове. Однако в этот момент из тела гиганта выскочила алая вспышка, пронзившая глаз дракона. В следующую секунду сердце огромного ящера перестало биться. Эй, в этот раз ты не приложил вообще никаких усилий. Как ты посмел отнять у меня голову? Нахмурился и закричал тиран. Не будь эгоистом. Вся добыча станет твоей после того, как я достигну 9го уровня бессмертия. Из ноздри дракона вылетел крошечный питон, покрытый слоем полупрозрачной слизи. Только посмотри, у парня то довольно большой мозг. Могу дать тебе немного, хочешь? Нет, сразу уже отказался тиран. Я помогу тебе добраться до 8го уровня бессмертия и потом ты поможешь мне. Только тогда я снова помогу тебе добраться до 9го уровня. Но ты должен помочь потом мне. Если не согласен, то тут мы и расстанемся. Договорились. Питон затмения немедленно согласился. Мозг у этого дракона сочнее, чем у предыдущего. Точно не хочешь? Лишь заканчивай уже и продолжим путь. Тиран снова отказался. Мы деремся за башку, тут у нас тупой дракон. Разобьем его башку и отведаем мозгов. После короткок минуты молчания откуда-то из недр черепа дракона донеслось пение. Заткнись. Вкусненько так. На скале сидела гигантская темно-серая птица с золотым узором на перьях. Ее взор был устремлен на болото. Я вижу добычу, о которой говорил Блоди. У тебя такие восхитительные глаза. Я три раза осматривался, но находил только комаров. Густой белый туман непрерывно вытекал из пылающих глаз Сюипа. На его голове была корона, а на теле – красная мантия, как он выглядит. Это должно быть чемпозавр. Он довольно ольшой, как минимум 30 метров в длину, но у него отличная маскировка, благодаря которой он практически полностью сливается с болотом. Вполне локпчно, что ты его не видишь. Гром не отводил взгляда от монстра. Болото – его родные земли. Думаю, его убийство займет немало усилий. Это просто. Нам всего лишь нужно сделать эти земли нашими, хихикнул Сюипа. И как мы это сделаем? Обернулся к скелету Гром. Я превращу болото в лаву. Сюипа тоже повернул голову и встретился с орлом взглядом. Ладно, давай используем твой метод. Погоди, давай сначала разберемся, прежде чем сделаем это. Чей добычей он станет? Воспользовавшись возможностью, спросил Сюипа. Твоей – хорошо? Быстро ответил Гром. Ты нанесешь последний удар, я не буду мешать. Договорились. Как только оба пришли к согласию, они напали на монстра снизу. В один миг из болота полезла темно-красная лава, затопив все. Добыча наконец-то показала себя. Это был гигантский чемпозавр, длинный в 50 метров. С ревом он вылез из лавы, взглянув на двух нарушителей. Кто ваш хозяин? Разве вы не знаете правил? На самом деле, мы и правда их не знаем. Когда Гром сказал это, на небе образовались темные облака. Пурпурная молния вспыхнула в ночном небе и точно ударила в тело дракона. Как вы посмели напасть на меня? Вы в курсе, что мой хозяин, мастер кулон? Непонятно, почему его голос дрожал из-за ярости или ударов молнии. Когда он говорил, в дракона молнии били одна за другой. Мало того, что у чемпозавра не было возможности бороться, Гром не давал ему даже нормально разговаривать. Я хочу увидеть вашего хозяина. Чемпозавр кое-как выговорил это. О, ты обязательно увидишь его. Но только после того, как сдохнешь, Гром не останавливал атаки. У этого парня такая толстая кожа, такое ощущение, что твои атаки просто ошеломляют его, но не наносят никаких физических повреждений, сказал Свипа, поглаживая подбородок, позволь подсобить. Скелет протянул руку, и из воздуха материализовались пылающие цепи, увидев которые, чемпозавр испугался. Он изо всех сил постарался уклониться от них, но ему не удалось и на 10 метров убежать, как цепи его сковали. Сила жизни тут же отступила обратно в тело монстра, а сам он ощутил резкий прилив слабости во всем теле. Еще одна молния ударила в него, а-а-а-а, оглушительно взревел чемпозавр. Сковывание, удары током и крики, комбинация совершенства. В голосе Свипа была радость, было бы куда лучше с тентаклеми, а вот я сейчас лаву. В следующую секунду земля под чемпозавром превратилась в лаву, из которой полезли лавовые щупальца, цепляющиеся за тело дракона. Они проникали через глаза, нос, рот, не пропуская никаких отверстий. С учетом запечатанной силы жизни, под атаками этой парочки дракон прожил не дольше пяти минут, после чего умер, и мощная защита его не спасла. Не прошло и пяти минут, до чего же жалкий и слабый. Что это за самец такой, который и полчаса не выдержал? Свипа явно хотел больше веселья. Давай пойдем дальше, взмахнул крыльями гром и поднялся в воздух. Свипа тут же поднялся в небо и догнал грома. Эй, я тут только что придумал новый способ. Давай совместим твою молнию и мои тентакли из лавы. Посмотрим, какой эффект это. Отказываюсь. Мгновенно отказался гром, до того, как Свипа успел закончить. Глава 825. Прости, босс. В долине шла грандиозная битва. Имп и Зверг сражались с земляным Урсой. Земляной Урса, трижды мутировавший монстр, с черной шкурой и золотой броней на голове, животе и спине. Этот доспех рос прямо на них с самого рождения. Его тело, самое сильное его оружие. Благодаря ему он мог разорвать большинство дважды мутировавших монстров в того же уровня, как бумагу. Его защита тоже была сильна и могла выдержать атаки монстров того же уровня. Земляной Урса перед ними являлся 9го уровня бессмертия. Шокирующим фактом было то, что Малахитовый изверг 7го уровня бессмертия мог противостоять ему. На зеленой шкуре проглядывались признаки превращения в металлическую броню, которая еще больше расширяла его тело, от чего монстр выглядел еще шире. Первоначально он был ростом в 2 метра, но сейчас выглядел на 2,5 и напоминал толстую фрикадельку. Урса же достигал 30 метров в высоту и даже если бы изверг увеличился в несколько раз, он все равно казался бы фасолькой на фоне медведя. Имп, который находился на одной стороне с извергом, парил в сотнях метров от битвы. Казалось, что он просто зритель. Однако, если бы кто-то с духовной силой взглянул на него, то увидел сотни телекинетических нитей, что тянулись от его тела. Другие же концы нитей цеплялись за конечности и шею Урсы. Телекинетические нити разрывались одна за другой под воздействием силы противника. Однако имп снова и снова их накидывал их и мощь его не уступала извергу. Гребаный толстяк, почему ты не выбрал добычу полегче? Налитые кровью глаза импа словно готовы были выплеснуть пламя, плевать на тех, кто обладает сумасшедшей силой. У этого Урса безумная защита. Мы не сможем убить его, даже если будем ковырять до следующего утра. Большой бык, ты совсем не понимаешь веселья сражения. Тут же ответил изверг, такое столкновение сил, самая большая радость, которую может испытать мужчина. Хватит называть меня большим быком, возразил имп. Ты первый начал называть меня толстяком. Это потому что ты толстый, толстожоп. Тогда я буду называть тебя большим быком из-за бычьих рогов на твоего голове и коровьего носа, парировал изверг. Нарываешься на драку. В голове импа звенели нотки безумия. Давай, я не боюсь тебя. Я с самого начала тебя презирал. Изверг нанес удар по Урсе и обернулся, чтобы посмотреть на импа. Замлина Юрса медленно отступил, не нападая на изверга со спины. Эти двое противников были на одном уровне мощи с ним, когда сражались вместе. Неясно, кто выйдет победителем. Однако сейчас их внутренний конфликт стал преимуществом для Медведя. Он решил нанести последний удар, когда эти двое ранят друг друга. Это требует мало усилий и Юрса был рад. Он решил просто наблюдать в стороне. Тем временем оба силуэта собирались столкнуться. Способности импа в ближнем бою не были плохими. Просто он привык методично сражаться. Впрочем, он не находился в невыгодном положении, сражаясь с извергом. Урса с восхищением наблюдал за битвой, сидя на земле неподалеку. Было бы идеально, будь у него закуски, попкорн там или семечки. Имп вскоре упал на землю. В конце концов, у него не было особых навыков для ближнего боя, да и тело не являлось таким мощным, как у изверга. Он медленно вылез из ямы, которую образовал своим телом, когда упал от удара изверга и сплюнул лавоподобную кровь. Он поднял голову, чтобы посмотреть монстра, и обида заполнила его глаза. Что еще у тебя есть? Покажи сейчас или потом у тебя уже не будет возможности, потому что я тебя убью. Бесстрашно сказал изверг, скрестив руки. Раз ты так сильно хочешь сдохнуть, я исполню твое желание. Алое свечение в глазах импа усилилась. Если ты такой сильный, тогда не уклоняйся от моей атаки. Не буду. Я тебя не боюсь. Как только он это сказал, в ночном небе зажглась алая искра, которая ярким метеоритом неслась из космоса. Очевидно, что этот метеор летел к полю битвы в долине. Наблюдавший за этим, Урса заметил, что что-то не так. Он не мог ни открыть рта в удивлении, не может быть, как он смог вызвать метеоритный дождь. Прежде чем Урса успел закончить говорить, он увидел, как второй и третий метеорит летят вниз. Вскоре их количество возросло до сотен. У этого монстра ужасающая техника. Урса со страхом уставился на импа. Однако вскоре он заметил, что изверг просто стоит на месте со скрещенными на груди руками, явно не собираясь уклоняться. Этот парень тупой, он правда не уклоняется. Втайне он был рад, хотя на секунду все же начал беспокоиться о изверге. Как только изверг умрет, о импе можно не беспокоиться. Он уже ранен и измотан, явно не сможет в ближайшее время повторить такую атаку. Я смогу делать с ним все, что захочу. После чего Урса отступил немного, но не ушел. Он ждал, когда его противники закончат сражение и он добьет того, кто останется. Сотни метеоритов падали с неба. Слышно было даже свист воздуха, а ночное небо озарялось светом от пламени. Однако эта красивая сцена несла серьезную опасность. Каждый из метеоритов неистово пылал, с ужасающей скоростью летя на землю. Можно было только представить, сколько ущерба они нанесут. Чем больше Урса наблюдал за этим, тем больше ужас он ощущал. Самый маленький среди метеоритов был немного больше самого медведя. Он даже начал немного оплакивать изверга. Боюсь, что такая атака может убить даже слабого императора. Однако изверг продолжал парить на одном месте и не собирался бежать. Метеориты приблизились к долине в мгновение ока, нацелившись в монстра. Исход битвы уже никак не изменить. Урсе было тяжело наблюдать за бедствием, которое вот-вот случится. Однако, что-то изменилось. Метеориты вдруг изменили траекторию движения, направившись в курсе, что монстр был ошеломлен. Увидев это, он сразу же отреагировал и закричал, «Вы меня обманули». Сразу после этих слов на него обрушился первый метеорит. Раздался оглушительный грохот. Среди кусков земли, поднявшихся в воздух, огромный силуэт отлетел и упал на горный хребет. Земляной Урса рухнул на скалы и сплюнул кровь. Он пытался защититься лапой, но ее оторвало в столкновении, а золотая броня на груди треснула. Органы тоже пострадали, а легкие жгло, когда он дышал. Не успел он и отдышаться, как упал второй метеорит. Потом третий и четвертый. Более двух сотен метеоритов, как пушечные ядра, упали, и вся долина покрылась кратерами. Тем временем Самурса погиб от падения 11-го по счету. Этот медведь такой тупой, что поверил нашим словам и реально подумал, что у нас конфликт. Изверг медленно приземлился. Мы, импы, рождаемся обманщиками и актерами. Имп медленно подошел к извергу. Мне пришлось перенести так много физической боли, чтобы застать его врасплох. Прости, босс. Изверг сию же минуту стал, как испуганный котенок. Думаешь, твои извинения помогут? Улыбался имп. Кхм, думаю, нам нужно искать нового противника. Если мы не сможем выполнить миссию за три дня, то не получим месячный запас вкусностей. Изверг сразу же сменил тему. Это твоя вина, толстяк. Ты выбираешь добычу, которую с каждым разом все сложнее убивать. Имп пришел в ярость, едва об этом подумав. Большой бык, я предупреждаю, хватит называть меня толстяком. И даже думать забудь, назвать толстожопом. Как ты меня назвал? Я сейчас метеорит призову. Прости, босс. Глава 826. Я мысленно буду болеть за тебя. Два силуэта, черный и золотой, летели под лучами солнца и один из них сбыл впереди. Эй, беловолосый красавчик впереди, не мог бы ты лететь немного медленнее? Пожалуйста, крикнул человек в золотой манте и парню в черном плаще. Не мог, парень в черном обернулся и посмотрел на говорившего, после чего ускорился. Эй, можешь так не делать? У тебя есть навык повышать скорость, а у меня нет. Тебе не помешает иногда думать о чувствах других, снова крикнул тот, что был в золотых одеждах. Парень с белыми волосами замедлился, но в этот раз молчал и не оборачивался. Когда тот, что в золотых одеждах догнал его, они вместе продолжили путь. Это были Бай и Гастли. Линь Хуан определил этих двоих в одну команду. Ся, бай, бай, мы должны быть напарниками, мы ведь сражаемся вместе уже два дня. Прежде чем Гастли успел закончить, Бай обернулся и холодным взглядом уставился на него. Сражаемся вместе? Это я сражался, пока ты смотрел. Ты, мало того, что не помогал, ты еще и украл мою добычу в конце, Бай выглядел взбешенным. Если бы не Линь Хуан, который запретил им сражаться друг с другом, он с самого начала бы напал на Гастли. Нужно ли тебе быть таким злым? Я всего-то забрал у тебя парочку жертв, сказал Владыка. Будто бы ему все равно, я не помогал, потому что знал, что ты и сам справишься. Столкнись ты с кем-то, с кем бы не справился, я помог бы. Глупец я, если поверю тебе, мысленно подумал Бай. Уж кто-кто, а ты точно сбежишь быстрее кого-либо. Столкнись я с монстрами, с которыми не справлюсь. Проведя два дня вместе, Бай хорошо узнал характер Гастли. Единственное, в чем он был хорош, обман. Любой встретивший его окажется невезучим. Послушай, мы оба сейчас на 9М уровне бессмертия и выполнили миссию на день раньше. Разве все не должны быть счастливы? Ага, конечно. Бай не сказал этого вслух. Вампир потерял интерес к тому, что говорил Гастли. Он посчитал общение с ним тратой времени. Ся бай-бай, мы уже 9го уровня бессмертия. Убивать монстров того же уровня не весело. Почему бы нам не начать убивать императоров? Раньше я никогда не убивал императоров, внезапно предложил Гастли. Бай сделал вид, что не слышит его и проигнорировал предложение. Ся бай-бай, ты слышал, что я сказал? Бай продолжал игнорировать его. Он знал, что чем больше он будет реагировать на него, тем больше клоун будет болтать. Ся бай-бай, ты меня игнорируешь? После двух раз Гастли понял это. Он ухмыльнулся и придумал стратегию. Блади, дай мне координаты ближайшего черно-золотого императора. Гастли, пожалуйста, не создавай неприятности и следуй миссии. Было очевидно, что Блади был на стороне Бая. Я просто двинусь в случайном направлении, если ты не дашь мне координаты. Владыка остановился, глядя как бай удаляется. Гастли, мастер же говорил, что те, кто не повинуются, будут запечатаны в картах навечно. Ты уверен, что хочешь пойти против его указаний? Блади достал тяжелую артиллерию. Лицо Гастли на миг изменилось, но быстро пришло в норму. Хозяин все равно меня не любит. Даже если я буду подчиняться, меня не станут часто призывать. Давай, запечатайте меня. Мне все равно. На миг Блади потерял дар речи. Ощущая себя беспомощным, он отправил Линь Хуану сообщение. Просто проведи его к императору. Хорошо бы преподать ему урок. Скажи ему, что раз это его идея, то сражаться будет он, а бай в случае чего поможет. Хочу посмотреть, на что он способен. Линь Хуан не особо обращал внимания на характеры своих карт монстров. Не то, чтобы его это не заботило, просто он считал, что для них будет хорошим делом выражать себя. Даже когда дело доходило до упрямого верховного владыки, Линь Хуан не собирался воспитывать его или угнетать. Максимум, что он собирался делать, это направлять его должным образом. Он всегда считал, что нельзя учить человека взгляду на жизнь. Это должно быть результатом его самопознания и самовоспитания. Медленно строится внутри человека. Из-за того, что у каждого человека при рождении разные гены, разные знакомства, окружение, все они отличаются. Следовательно, то, чему учили тебя, может не подходить для кого-то другого. Это равносильно тому, если кто-то скопирует все поступки и решения самого богатого человека на Земле и применит это все к новорожденному. В таком случае все равно будет трудно повторить тот же жизненный путь. Лучший взгляд на жизнь приходит из личных неудач человека. Это ценность, к которой каждый приходит, собирая урожай ошибок, которые он совершил. Что было правильно, а что нет. Что можно было сделать, а что нельзя. Ценности, которые ты ему будешь вдолбливать, не будут такими же действенными, как те, что получены из собственного опыта. Человек поймет это, как только поймет, в чем был неправ. Линь Хуан хорошо понимал эту теорию и именно поэтому он решил пойти на такие меры с Гастли. Вскоре семена паразита передали сообщение Линь Хуана. На лице владыки появилось довольно странное выражение. Было очевидно, что он не ожидал, что Линь Хуан даст добро. Он думал, что тот начнет угрожать, но этого не произошло. Он действительно больше ничего не сказал. Он сказал, что ты усвоишь урок, когда попадешь в беду. Голос паразита донесся из семени. Хорошо, сейчас я дам вам координаты. Гастли позвал Бая, который довольно далеко уже улетел, после того, как увидел координаты. Чего тебе? Бай приблизился к Гастли. Он выглядел злым. Ся Бай-бай, я же говорил, что мы объединимся, чтобы убить императора, подмигнул ему клоун. Мне неинтересно, можешь идти один. Отказался Бай и, развернувшись, собрался уходить. Босс согласился, что ты будешь моим помощником. Я буду драться. Тебе нужно просто подбадривать меня в сторонке, улыбался Гастли, говоря это. Бай с сомнением уставился на семена, явно ища подтверждение обладе. Хозяин сказал, что ему необходимо выучить урок, донесся голос паразита. Услышав это, Бай сразу понял намерение Линьхуана и кивнул, хорошо. После этого они черно-золотым свечением ринулись к новому месту, направляясь к своей новой цели. Ся Бай-бай, я не буду против, если ты захочешь мне помочь. Если ты станешь драться, я сделаю все возможное, чтобы тебе помочь. Но если тебе моя помощь не нужна, то я могу просто подбадривать тебя в сторонке. Это была твоя идея драться с императором. Я не стану красть твой звездный час и буду мысленно за тебя болеть, ухмыляясь, сказал Бай. Глава 827. Армия. Охота продолжалась уже два дня. Ланселот, одетый в темно-красные доспехи, вел своих прислужников, убивая все на своем пути. Он накопил силу жизни и, наконец, выполнил миссию Линьхуана и поднял уровень до 9 го бессмертия. Помимо него, 9 его прислужников тоже достигли 9 го уровня и испытали огромное повышение своих способностей. Холодный блеск промелькнул в глазах Ланселота, когда он взглянул на них. Блади, помоги мне найти трижды мутировавших монстров с Даклинка. Их боевой ранг должен быть 9 го уровня бессмертия. Без проблем. Но таких монстров на втором уровне пропасти не так много. На данный момент я нашел только трех, тут же ответил Блади. Все в порядке. Хватит и троих. Если понадобится, в будущем мы найдем еще. Пожалуйста, дай мне координаты, кивнул Ланселот. Закончив с Блади, Ланселот собрал своих прислужников. Это были. Пламенный демон меча с огненным атрибутом. Ледяная мечница с ледяным атрибутом. Ангельское перо с атрибутом света. Мечник в шляпе с кучей клинков. Рыцарь меча с клинком и щитом. Демонический солдат с большим клинком. Проклятый демон мечник. Мастер скрытых атак. Владыка клинка, который может манипулировать множеством мечей. Высший духовный меч, который сам был как клинок. Для вас двойной мутации недостаточно, если вы хотите следовать за мной в будущем. Девять и краткий уровень бессмертия, предел второй эволюции. Так вы не сможете достичь уровня императора. Что до меня, то это лишь вопрос времени, когда я на него перейду. Если ваша боевая мощь останется на девятем уровне, мне придется вас заменить в будущем. Девять прислужников клинка обладали особыми навыками. Лучшие из лучших среди дважды мутировавших монстров. Однако, Ланселот считал, что это недостаточно хорошо, потому что девять и краткий уровень – предел для второй мутации. Их шансы пробиться на уровень императора невелики. После слов Ланселота, лица многих прислужников переменились. Хозяин, пожалуйста, не сдерживайтесь и скажите прямо, что нам нужно сделать, сразу же сказал высший духовный меч. Казалось, он понимает, что лежит в основе слов Ланселота. Хорошо, буду прямолинеен. Надеюсь, что вы, ребята, сможете мутировать в третий раз. И у меня есть идея, как это можно сделать. Ланселот сделал паузу и окинул взглядом всех монстров, но для вас это будет рискованно. Вы можете погибнуть. Мастер, пожалуйста, скажите. Это владыка клинка не мог дождаться услышать план Ланселота. Тем временем остальные прислужники смотрели на мечника с нетерпением. У меня есть тайный навык, который может заменить пламя жизни в ваших телах, но есть четыре условия. Во-первых, использовать его можно только на прислужниках. Во-вторых, монстр, чьим огнивом будет заменяться старое, должен быть мечником. В-третьих, прислужнику придется убить этого монстра. Другие прислужники могут помогать, но их боевой ранг не должен превышать ранг жертвы. Уровень мутации тоже должны быть ниже. И, наконец, монстр должен обладать точно такой же боевой силой, что и прислужник. Проще говоря, вы должны будете убить монстров-мечников 9го уровня бессмертия. С помощью тайного навыка я извлеку огнива третьего ранга и заменю огнива 2го ранга в ваших телах им. Прислужники поняли сложность плана, когда услышали его. Чтобы достичь третьей мутации, они должны убить трижды мутировавшее существо того же уровня. Такой монстр будет куда сильнее дважды мутировавшего, не говоря уже монстрах сдаа клинка. Хоть они и имеют преимущество в количестве, поскольку их 9 против 1. Могущественный монстр, прошедший третью мутацию, может убить и задним ударом клинка. Более того, чем больше прислужников достигнет третьей мутации, тем меньше их будет участвовать в битве. Другими словами, дважды мутировавших прислужников будет становиться все меньше и им будет сложнее. Последнему прислужнику придется сражаться с трижды мутировавшим монстром самостоятельно, поскольку все остальные уже не смогут помочь. Естественно, Ланселот кое-что скрыл. Хоть прислужники, которые завершили мутацию и не смогут участвовать в битве, они могут делиться своими навыками. Ланселот может делиться со всеми прислужниками своими навыками, и сила их будет скопирована на 100%. Причина, по которой он скрыл этот факт заключалась в том, что он надеялся, что его прислужники будут сражаться изо всех сил, не думая о том, что у них есть план, который спасет их задницы. Только три монстра до клинка в этой области соответствуют требованиям, поэтому только трое смогут первыми совершить мутации. Троица, которую я выбрал, мечник в шляпе, мечник-солдат и пламенный демон меча Кайли, взмахивая дюжиной черных крыльев, парила в воздухе, наблюдая за битвой. 368 нефилимских солдатов в серебряных доспехах сформировали смертоносное построение, сражаясь с трижды мутировавшим монстром 9го уровня бессмертия. Все эти нефилимские судьи были дважды мутировавшими, и большая часть была 5-6го уровня бессмертия. Однако в построении их боевая мощь соответствовала черно-золотому императору. Даже самой Кайли было в это трудно поверить. Теоретически, такая разница не могла быть возможной всего лишь с сотнями нефилимских судей. Однако она достигла этого с наследным формированием, которое она получила из черного камня. Судьи не только боролись против трижды мутировавшего бессмертного монстра, но еще и подавляли его. Менее чем через 10 минут монстр, который был чуть мощнее Кайли, погиб. Ему за весь бой не удалось ни разу дать отпор. Ни одни из судей не пострадал. Если бы я сражалась в одиночку, мне потребовалось бы 2-3 часа, чтобы его убить. Кайли наблюдала за всем происходящим на поле боя. Трижды мутировавший монстр, который только что погиб, был могучим, но формация судей оказалась еще сильнее. Когда Кайли немного отвлеклась на мысли, она внезапно заметила, что среди судей что-то происходит. Один из нефилимских судей 7го уровня окутался белым светом. Остальные же отошли и с любопытством наблюдали за происходящим. Кайли была потрясена, увидев, как из белого свечения выходят нити, которые медленно укутывают судью. Он собирается мутировать в третий раз. Тем временем Лин Хуан, находившийся за тысячи километров, наблюдал за происходящим через проекцию паразита. Они стали бы непобедимой армией, если три сотни судей завершат третью мутацию. Глаза Лин Хуана загорелись. Последний удар был выполнен тем ангелом, который сейчас и претерпевает эволюцию, прокомментировал Бладе. Имеешь в виду, что эти судьи будут мутировать автоматически, как только добьют трижды мутировавшего монстра. Лин Хуан поднял в удивлении брови, но это не первый трижды мутировавший монстр, которого они убили. Только что убитое существо – монстр духовного типа. Может это связано именно с этим, предложил Бладе. Тогда это похоже на требования для эволюции самой Кайли. Просто условия для повышения их боевой мощи стал более строгими, тихо пробормотал Лин Хуан. Монстр, которого убили судьи, должен быть трижды мутировавшим темным существом. Ангел, судя по всему, завершил все требования для эволюции. Поскольку Лин Хуан не имел связи с этими монстрами, он не мог видеть их информацию. Все придется додумывать самому. Пока это всего лишь предположение, но мы можем велеть Кайли вести армию и проверить это, предложил Бладе. Тогда скажи ей об этом. Если она все еще имеет полный контроль над этим нефилимским судьей даже после его эволюции, то пусть она сделает это. Если же такие монстры начнут провоцировать ее или сомневаться в ее власти, то не стоит давать им эволюционировать, решил Лин Хуан. Даже несмотря на то, что мутации судьи сделает их мощной армией, Лин Хуан надеялся, что это не обернется для него серьезными проблемами. Если Кайли не сможет контролировать ее, то все это войско в определенный момент может восстать и превратиться во врагов. Это станет катастрофой, если они соберутся вместе или их будут использовать другие организации. Будет лучше пресечь такое развитие событий на корню, пока не произошла трагедия. Глава 828. Псевдомифическая карта. Луна ярко светила этой ночью. Две мощные ауры периодически сталкивались друг с другом над озером на втором уровне пропасти в бездну. Многие из тех, кто бывал там, знали его название – Озеро Черной Воды. Из-за обитания там монстров-императоров, многие человеческие бессмертные считали озеро запретными землями, что затрудняло его обнаружение. Если кто-то, кто знал об озере, сейчас оказался бы поблизости, то ему хватит одного взгляда, чтобы узнать хозяина этого места, который в данный момент сражался над поверхностью воды – Черно-Золотой Дьявольский Луч. Тем временем, гигантский питон Цвета Смолы сражался с монстром. Питон был длинной в 9.000 метров, а на его голове постоянно находился некто в черной броне, и тело его окружала слабая завеса тумана. Подобное происходило и над заснеженным районом, в тысячах километров отсюда. Гигантский питон нес на себе монстра в черном доспехе, и сражались они с черно-золотым императором – Морозным Медведем. Однако, в середине битвы питон исчез, а человекоподобный монстр с неизвестной аурой вырос в уровне, достигнув красно-золотого императора. После этого битва стала односторонней. Не прошло и трех минут, как голова могучего Морозного Медведя упала на землю, и алая кровь и росила снег. Это было похоже на алую розу на белом листе бумаги. Каждый выполнил свою миссию меньше чем за три дня, достигнув 9го уровня бессмертия, сообщил Бладе. Некоторые даже взяли инициативу убивать императоров. Завтра третий день, должны ли мы собрать их? Нет необходимости. Большинство из них пробуют что-то новое для себя. Пусть практикуются, но гром Сюйпаа, Малахитовый изверг и имп вынуждены будут покончить с весельем. Нужно поменять команды. У Линьхуана был план. Он не мог выносить некоторые навязчивые идеи Сюйпаа, после того как тот объединился с громом. Тем временем у изверга импа была дурная привычка пытать и дурить своих жертв. Впрочем, это все было сутью демонов и искоренить это невозможно. Если он прикажет им перестать себя так вести, то их поведение может только ухудшиться. Все, что мог сделать Линьхуан, это позволить им выражать себя время от времени. Есть что-нибудь о трещине? Нет, мои семена распространились по всему второму уровню пропасти за эти дни, но ничего не нашли. Зараженные монстры тоже не дали результатов. Мне нужно больше времени, чтобы продолжить поиски. Мы не спешим. Я еще даже не собрал и половины духовной энергии. Нам придется остаться тут на еще 3-4 дня. Вели в бою и остальным убивать монстров. Он прокачивал их и заодно заполнял фигурки в своем теле энергией. Бои остальные убили не менее трех сотен монстров за эти несколько дней. И самой слабой их жертвой были 9-е уровни бессмертия. Почему вы еще не заполнились энергией? Коэффициент конверсии слишком низкий, не мог не спросить Блоди. Да, даже с защитой фигурки, духовная энергия должна быть отфильтрована божественным пламенем. Коэффициент составляет менее 1%. Линьхуан выглядел беспомощным, но не все так плохо. По крайней мере, преобразованная духовная энергия чрезвычайно чистая и больше не будет подвергаться влиянию божественного пламени. Третья ночь была крайним сроком задания, выданного Линьхуаном. Все считали, что времени им дали мало и они еще не закончили веселиться. Изначально они загорелись миссией из-за обещания еды и других вещей, которые они пожелают. Однако, без постоянного нахождения Линьхуана рядом, они все дали волю своим характерам. Когда Блоди распространил дальнейшие указания Линьхуана, чтобы монстры продолжали убивать, все, кроме Грома, Сюипа, Импа и Изверга, обрадовались. После того, как эту четверку вернули обратно в форму карты, Линьхуан призвал Геркулесового примата, Бинвана, Рыцаря и Коварного Владыку. Рыцари Коварный Владыка были двумя монстрами псевдо-мифического уровня и Линьхуан впервые их призвал. Объединив с приматами, он отправил их убивать. Он волновался, поэтому пристально за ними наблюдал. Однако, как оказалось, его беспокойства напрасны, поскольку оба псевдо-мифических монстра были непобедимы. Хоть их уровень и являлся 7М, они меньше чем за минуту убивали трижды мутировавших монстров 9го уровня Бессмертия. Приматы поняли, что эти их новые товарищи по команде, которых они никогда прежде не видели, настоящие боссы. Псевдо-мифический уровень намного сильнее легендарного. Интересно, насколько могуча карта мифического уровня. Линьхуан был взволнован, глядя на успехи этих монстров. В одну ночь эти двое псевдо-мифических монстра подняли приматов до 9го уровня Бессмертия. Причина такого успеха заключалась в том, что они, достигнув 9го уровня, калечили добычу и давали приматам добить ее. С тех пор, как они достигли пика, рыцари Коварный Владыка сражались с императорами. Будь приматы в других командах, они могли бы внести свою лепту в битву. Однако, оказавшись с псевдо-мифическими существами в команде, у них не было возможности сражаться. В итоге все свелось к тому, что они стали для этих монстров транспортными средствами и иногда болельщиками. К геркулесовому примату и бинвану теперь относятся как к транспортным средствам. Бедняжки, даже Блоди не смог больше это выносить. В отличие от дух Змеи Полумесяца, которые имели возможность сражаться вместе с рыцарями, эти два примата стали просто ездовыми. Это моя вина. Я недооценил способности двух псевдо-мифических монстров. Нужно было приматов определить в одну команду, а рыцаря и коварного, в другую. Линь Хуан не знал, плакать ему или смеяться. Единственное, что я могу сделать, это в следующий раз дать больше времени для приматов, чтобы порезвиться. Вскоре прошло еще три дня. Духовная энергия в трех фигурках бога наконец заполнилась. Бои остальные убили десятки монстров черно-золотого императора за эти дни. На всем втором уровне пропасти осталось мало монстров императоров, чего говорить о черно-золотых. Вести о том, что черно-золотые монстры погибают в больших количествах, распространилось и другие черно-золотые спрятались. Однако Блади сумел найти большинство из них, в то время как остальные бежали на третий уровень. Когда это произошло, монстрам пришлось охотиться на существ 9го уровня бессмертия, которой в бездне было еще много. Тем временем, рыцари коварный владыка бросили вызов красно-золотым императорам и победить им не удалось, после чего они отступили. Позже они еще несколько раз ввязывались в битву с красно-золотыми. Где-то выигрывали, где-то проигрывали, но убить так и не смогли. Две обезьяны же были определены в одну команду, когда псевдо-мифические сражались со своим первым красно-золотым монстром. Они начали убивать монстров 9го уровня бессмертия. Среди девяти прислужников, которыми руководил Ланселот, трое совершили третью мутацию на стороне Жека или лишь 16 судей мутировали в третий раз. Как оказалось, им действительно нужно пройти испытание, чтобы стать трижды мутировавшим нефилимским ангелом. Однако вероятность успеха составляла меньше 10%. За последние три дня много чего произошло, но Блоди так и не нашел ничего по поводу трещины. Лин Хуан начал подозревать, что новая трещина может быть уже не на этом уровне. Если монстр-император смог пройти через трещину, то она должна быть либо на втором, либо на третьем уровне пропасти. Причина в том, что на первом есть ограничение, согласно которому императоры не могут войти в него. Теперь, раз уж мы не можем найти трещину тут, то значит она на третьем. Пожалуйста, дайте мне еще два дня, позвольте тщательно все осмотреть. Блоди отказался сдаваться. В полночь четвертого дня паразит вдруг воскликнул. Я нашел. Глава 829. Плоская, как мальчишка. Нашел. Блоди наконец удалось найти новую трещину. Лин Хуан был шокирован, когда увидел изображение, которое добыл паразит. Разве это не трещина, которую мы обнаружили ранее? Печать больше не работает. Место, которое показано на экране, трещина, которую Лин Хуан обнаружил в пещере несколько месяцев назад. Стена выглядела точно так же. Прямо в этот момент из пурпурно-черной трещины валил черный туман. Он распространялся как живой. Это не потому, что печать не работает. Это новая трещина на том же месте, сказал Блоди. Это старые фото, можете сравнить. Кажется, некоторые выглядят совсем по-другому. Лин Хуан сразу же заметил различия. Дело не в этом, объяснил Блоди. Если вы внимательно присмотритесь, то поймете, что трещина изначально выглядит как огромная паутина. Новая трещина – это просто другая паутина. Новый канал, полностью отличающийся от того, что был несколько месяцев назад. Выслушав объяснение Блоди, Лин Хуан вскоре понял, что так и есть. Новая трещина перекрывала старую. Сначала может показаться, что эта первая трещина разрослась, но это не так. Как и сказал Блоди, паутины были совершенно разными. Я не нашел этого раньше, потому что там до этого была трещина и я не обратил должного внимания. До сегодняшнего дня оттуда валил туман, только тогда я заметил, что что-то не так. Блоди много усилий приложил, чтобы найти трещину. Я тоже чувствовал, что что-то не так, но не ожидал, что это будет другой канал. Внимательно осмотрев, я понял, что это совершенно новая трещина, созданная на ранее запечатанной. Пойдем туда и посмотрим. Лин Хуан немедленно взлетел в небо, направляясь к пещере, где несколько месяцев назад обитал телекинетик. На дорогу ушло больше часа. Состояние трещины он запечатлел кольцом сердца империи и сделал несколько снимков высокого качества. Когда они совсем закончили, было 2 часа ночи. Блоди, можешь остаться тут и следить за процессом охоты Бая и остальных, а мне нужно кое-куда отлучиться. Лин Хуан выдал новые инструкции, выходя их пещеры. В бездне сети не было, поэтому Лин Хуан должен покинуть ее, чтобы отправить сообщение. Призвав пространственные врата, Лин Хуан сразу же в них заскочил. Блоди остался у входа в пещеру, терпеливо ожидая возвращения хозяина. Выйдя из бездны, Лин Хуан тут же отправил фото и видео трещины Ялан и тут же набрал ее номер. В 3М дивизионе у него было мало знакомых, а Ялан из королевской семьи, а также член Рая авантюристов. К тому же, у нее недавно была миссия, связанная с трещиной, поэтому об этой девушке Лин Хуан подумал в первую очередь. Хоть на часах и было 2 ночи, ответ на звонок последовал незамедлительно. Почему ты будешь меня посреди ночи? Когда донесся голос Ялан, Лин Хуан увидел, что в комнате ярко горит свет и Ялан приподнялась в кровати. Одеяло сползло, и верхняя часть ее тела была голой. Аааа, видя, что на другом конце видеосвязи Лин Хуан, Ялан ужаснулась и вскрикнула. Она тут же схватила одеяло и укуталась по самую шею, уставившись на Лин Хуана. Лин Се, что ты видел? Ничего не видел, невинно ответил Лин Хуан, подняв руки ладонями вверх. Нет, видел. Да что я мог там увидеть, пробормотал Лин Хуан. У тебя же грудь, как у мальчика, что там можно увидеть? Что ты сказал? Ялан четко это расслышала и стала еще злее. Ничего, у меня серьезное дело к тебе, Лин Хуан сменил тему. Сейчас 2 часа ночи и ты звонишь мне с видеосвязью. Думаешь, мы настолько близки? На втором уровне пропасти появилась еще одна трещина. Лин Хуан знал, что не нужно продолжать пустой треп и лучше перейти к сути дела. Я только что отправил тебе фото и видео. Сначала посмотри. Ялана торопела. Она закатила глаза и открыла файлы, после чего нахмурилась. Разве это не то же место, что и раньше? Печать сломалась? Место тоже, но трещина другая. Лин Хуан поделился наблюдениями Блади. Ты поймешь, как только сравнишь старое фото и новое. Поняла? Позже я проверю, правда ли это. И если так, то отправлю отчет. Кивнула Ялан. Когда она собралась повесить трубку, у ней вдруг возник вопрос. Почему ты вернулся в пещеру? Я охочусь. А в пещеру вернулся, чтобы посмотреть, раз уж я был рядом. Ну и там я увидел то, что увидел. Лин Хуан не мог сказать ей правду, что подсказку он получив, убив монстра императора. Можешь придумать более правдоподобную ложь? Ялан знала, что он врет. Я говорю правду. Не веришь? Ну и не верь. Лин Хуан пожал плечами. Ну и не верю. Ялан знала, что она больше ничего не узнает от него и больше не стала трепаться, повесив трубку. Когда видеозвонок закончился, Лин Хуан улыбнулся. Она действительно плоскогрудая, прям как мальчишка. Вернувшись в пропасть, он не стал возвращаться в пещеру. Он отозвал Бладе и не стал встречаться с Ялан. Одной из причин было то, что плоскогрудая девица доставит ему неприятности. Другая причина скрывалась в том, что, когда они в последний раз виделись, он был красного священного пламени. Менее чем за полгода его боевой ранг вырос до 3го уровня бессмертия. Такой прогресс очень необычный. Трещина найдена, об этом он сообщил и свою задачу в пропасти выполнил. Последнее, что нужно сделать сейчас, это получить награду за убийство монстров выше рангом. Лин Хуан накопил уже 30 наград за 3 уровня бессмертия. Поскольку в битве с императором в городе он использовал карту увеличения ранга, убийство ему не засчитало. В противном случае у него осталось бы 29 наград. Мой боевой ранг теперь 3-краткий уровень бессмертия, что относится к начальному уровню. Моя боевая мощь все еще может быть увеличена до черно-золотого императора при помощи рыцаря интеграции. Сиахей подробно тогда объяснил, как повышается ранг, когда активируются эти навыки. Для бессмертного начальных уровней, максимальный ранг будет черно-золотым императором. Даже при достижении 3-го уровня, его тело едва может выдерживать красно-золотой уровень императора, поэтому ограничение не поменялось. Только достигнув 4-го, 6-го уровня бессмертия, он сможет повышать ранг до красно-золотого императора. Полагаю, что черно-золотого уровня достаточно, ведь на втором уровне бездны лишь несколько монстров желто-золотого императора. Эффективность будет повышена, если я призову рыцаря и коварного владыку. Лин Хуан продумал план и вскоре выбрал первую цель. Сначала я убью Ракшасу-мать. Месть – блюдо, которое подают холодным. Кажется, прошло уже меньше полугода с тех пор, как я тут был. Глава 830. Мстить никогда не поздно. Лин Хуан наткнулся на Ракшасу-мать, когда он впервые вошел в пропасть в бездну, чтобы поохотиться на дьявольского телекинетика. Данный монстр оказался приемышем Ракшасы и после того, как Лин Хуан его убил, его мать напала на него. Клон Ракшасы преследовал его аж на первый слой пропасти, где Лин Хуану удалось убить его с помощью сокрушителя. Как говорится, и на моей улице будет праздник. Сегодня Лин Хуан собирался отомстить. Вместе с королевским черным рыцарем и злым владыкой, Лин Хуан ехал на спине Чаркала и прибыл в логово Ракшасы. Это ты. Монстр заметил их издалека и с первого взгляда узнал человека. Прошло меньше полугода. Дьявольский телекинетик имел самый большой потенциал среди всех ее детей, поэтому она хорошо помнила Лин Хуана. Кажется, ты меня не забыла, Ракшаса-мать. Опустив голову, Лин Хуан посмотрел на монстра в красном одеянии. Увидев Лин Хуана, Ракшаса-мать вскоре заметила и Чаркала с двумя псевдомифическими монстрами. Похоже, она не заметила ничего особенного в рыцаре и злом владыке, поэтому снова взглянула на Лин Хуана. Три трижды мутировавших монстра 9го уровня Бессмертия и Дракон. Солидная комбинация, но их боевая мощь слаба. Отродье, ты думаешь, что сможешь сразиться со мной с помощью своих маленьких питомцев? Должна признать, что ты слишком наивен и даже немного мил. Ракшаса-мать была около 180 сантиметров ростом и валой одежде. Она имела соблазнительное тело, была красива и говорила как человек. Однако Лин Хуан знал, что это чудовище может маскироваться под любое женское существо, которое оно когда-либо видела. Только при эмоциональном возбуждении или увлечении битвой она может раскрыть истинную сущность. Настоящее лицо Ракшаса зеленое, страшное и с клыками. Никто не описал бы его как красивое. Скоро ты узнаешь, смогу я или нет, сказав это. Лин Хуан активировал навык. Его боевой ранг и чаркало возрос до черно-золотого императора. Ракшаса-мать была удивлена этим. Воистину отличный навык, чтобы стригу уровня Бессмертия достичь черно-золотого императора. Однако, если это твой козырь, то возможно у тебя не будет шанса потом сбежать. Я, желто-золотой император. Если бы ты попросил помощи у трех красно-золотых монстров, у вас хотя бы был бы шанс сбежать в случае чего. Но раз так, и вы пришли ко мне сами, то станете моей закуской. Могу только представить, каким вкусненьким ты будешь, сказал Ракшаса, облизывая губы. Еще не ясно, кому нужно быть особенно осторожным. Лин Хуан не хотел попусту болтать. Мысленно отдав приказ, он велел чаркалу атаковать первым. Дракон широко распахнул пасть и оттуда вырвалось черное драконье пламя, охватывающее область в десятки километров. Ты уничтожил мое логово, чем вырыл себе могилу. Одновременно с воплем, Ракшаса вылетела из пламени. Все ее тело было покрыто красной силой жизни. По-видимому, она в определенной степени могла защитить от пламени, поскольку, казалось, что она не пострадала. Ее некогда красивое лицо стало зеленым и клыкастым, а в глазах горел зеленоватый свет. Как раз в тот момент, когда полыхнуло драконье пламя, Ракшаса-мать немедленно взлетела в небо и бросилась на Лин Хуана. Тут же перед ним появилась тень. Прежде чем Ракшаса смогла выяснить, кто преградил ее путь, вспыхнул черный клинок. Он пронесся по небу, простираясь на сотни метров и напоминая пропасть. Ощущая опасность, исходящую от клинка, пылающие глаза Ракшасы расширились. Невероятно. Она не осмелилась отразить удар самостоятельно, поэтому пальцем разрезала воздух, создавая трещину в десятки метров длинной, которая и столкнулся с клинком. Раздался щелчок, и трещина вместе со свечением рухнули одновременно. Как только Рашка-самать снова приблизилась, точно такое же сияние клинка ударило сзади. Даже Лин Хуан был поражен. Два королевских черных рыцаря преградили Ракшасе путь. Один пришел спереди, а второй сзади. Они выглядели абсолютно одинаково. Однако вскоре Лин Хуан понял, что произошло. Коварный владыка превратился в королевского рыцаря. Лин Хуан вспомнил, что один из его навыков назывался коварная кровавая замена. Если ему удастся добыть хоть каплю крови своей цели, он сможет создать клона, который будет выглядеть точно так же и иметь такие же навыки. Даже если замена погибнет, владыка сможет создать другого клона и продолжить битву. Было очевидно, что он позаимствовал кровью королевского рыцаря. Сам рыцарь был шокирован произошедшим. Ракшаса мать ощутила, что столкнулась с трудностями, с которыми не сталкивалась никогда ранее. Раньше она думала, что эти существа только 9го уровня бессмертия. Несмотря на тройную мутацию и особые родословные, будет удивительным, если их мощь будет на одном уровне с черно-золотым императором. Однако, как оказалось, монстры мощью достигали красно-золотого ранга. Вы двое прошли обожествление. Воскликнула Ракшаса. А божествленный монстр – это существо, достигшее четвертой мутации. Нет, мы только на полпути к этому. Рыцарь признал свою слабость. Затем коварный владыка продолжил. В противном случае, я бы смог убить тебя в одиночку. Фактически, если бы рыцари коварные владыка были бы не на псевдо-мифическом уровне, на истинно мифическом, то Линь Хуан не смог бы призвать их пока что. Ракшаса ощутила легкое облегчение. Тем не менее, она стала настороженнее относиться к Линь Хуану, который еще не сражался. Она понимала, что раз Линь Хуан способен укротить этих двух монстров, его способны...